Глава 31. Происки злых духов Связь видимого мира с невидимым, служение ангелов Божьих и происки злых духов, обо всех этих явлениях, неотделимых от истории человечества, ясно говорится в Священном Писании. Современные люди все меньше верят в существование злых духов, святых ангелов, которые служат для тех, которые имеют наследовать спасение, принимают за духов умерших. Но Священное Писание не только свидетельствует о существовании как добрых, так и злых ангелов, но и неоспоримо доказывают, что они не являются бестелесными духами умерших людей. Ангелы существовали еще до сотворения человека, когда полагалось основание земли при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Книга Иова, 38 глава стих 7. После грехопадения людей ангелов послали охранять древо жизни, хотя в то время еще ни один человек не умер. Ангелы по своей природе могущественнее людей, ибо псалмопевец говорит, что человек немного был умолен перед ангелами. Из Священного Писания мы узнаем о численности, силе и славе небесных существ, о том, какое они имеют отношение к правлению Господа и к делу искупления. Господь на небесах поставил престол свой, и Царство Его всем обладает. Псалом 102 стих 19. И пророк говорит, «Я услышал голос многих ангелов вокруг престола». Откровение 5 глава стих 11. «Они ожидают в приемной царя царей, ангелы Его крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слово Его, служители Его, исполняющие волю Его». Псалом 102 стихи 20 и 21. Даниил видел тысячи, десятки тысяч небесных посланников. Апостол Павел говорит о тьме ангелов. Исполняя Божьи поручения, ангелы летят подобно молнии, как великолепны они, как быстрые их движения. Ангел, появившийся у могилы Спасителя, был как молния, и одежда его бела, как снег. Его вид поверг стражей в ужас, и они стали как мертвые. Когда Синахирим, надменный ассириец, насмехался и хулил Бога, угрожая гибелью, то случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. Он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих из армии Синахирима. И возвратился он со стыдом в землю свою. Ангелы посылаются к детям Божьим для служения милосердия. Так Аврааму они возвестили обетование благословения. К воротам Содома, обреченного на гибель, они пришли с твердым намерением спасти праведного Лота от ужасной смерти. Калии явились в то время, когда он, измученный, погибал от голода в пустыне. Елисею были посланы огненные колесницы и всадники в город, где его окружили враги. Даниилу помогли, когда он просил о божественной мудрости во дворе языческого царя и когда он был брошен на растерзание львам. Ангелы явились к Петру, ждавшему смерти в темнице Ирода. К Павлу и Силе в Филиппах, Павлу и его спутникам, они помогли уцелеть ночью во время бури, а Корнилию открыли глаза на истинное Евангелие, направив Петра с вестью спасения к язычнику. Таким образом, святые ангелы во все времена служили народу Божьему. Каждый христианин имеет ангела-хранителя. Эти небесные стражи защищают праведника от козни Лукавого. И сам сатана признает это, говоря, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него?» По словам псалмопевца, Господь защищает свой народ таким образом. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Спаситель заботится о тех, кто верит в него. Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ангелы, назначенные для служения детям Божьим, всегда имеют свободный доступ к Небесному Отцу. Все коварные обольщения и бесчисленные происки князя тьмы, все силы зла обрушиваются на народ Божий, но ему обеспечена неустанная охрана небесных ангелов. Верующие действительно нуждаются в этом. Бог дарует своим детям обетование благодати и защиты потому, что ему известно, с какими могущественными силами зла им придется иметь дело, силами многочисленными, исполненными решимостью и неутомимыми, с силами, опасность которых нельзя недооценивать. Вначале злые духи были безгрешны и по своей природе силе и славе равнялись святым существам, которые теперь являются Божьими посланниками. Но согрешив, они объединились, чтобы обесчестить Бога и уничтожить человека. Поддержав сатану и его восстании, они вместе с ним были изгнаны с неба и потом на протяжении всех веков боролись против божественной власти. Священное Писание сообщает нам об их заговоре и правлении, а также о могуществе, хитрости и коварстве злых духов разных рангов, стремящихся лишить людей мира и счастья. В Ветхом Завете лишь изредка упоминается об их существовании. Злые духи наиболее очевидным образом проявляли свою силу и власть во время земного служения Христа. Христос пришел на землю, чтобы исполнить предначертанный план искупления человека, и Сатана решил отстаивать свои права на этот мир. Ему удалось заранить семена идолопоклонства в каждом уголке земли, кроме Палестины. И Христос пришел сюда, в единственное место, где влияние искусителя было еще не очень сильно, чтобы озарить этот народ небесным светом. Тут и столкнулись две противоборствующие силы. Иисус простер свои руки с любовью, приглашая всех прийти к Нему и обрести в Нем прощение и мир. Силы тьмы видели, что их власть не безраздельна, что в случае успеха миссии Христа их правлению быстро наступит конец. Сатана неистовствовал, подобно скованному цепью льву, и дерзко проявлял свою власть над телами и душами людей. Новый Завет ясно говорит о том, что были люди, одержимые бесами, и они страдали не только телесно. Христос прекрасно понимал, с кем имеет дело. Он видел непосредственное присутствие злых духов и узнавал их деяния. В Священном Писании мы находим яркий пример многочисленности, силы и коварства злых духов, а также могущества и милосердия Христа. Это был случай с исцелением одержимых бесами в стране Гергесинской. Эти несчастные бесноватые, которые разрывали любые путы, неистовствовали с пеной у рта, наполняя воздух воплями, причиняя увечья себе и представляя угрозу для всех, кто к ним приближался. Их окровавленные и изувеченные тела и помраченный разум являли собой картину, радовавшую князя тьмы. Один из задержимых заявил «Легион имя мне, потому что нас много». В римской армии легион состоял из трех или пяти тысяч человек. Воинство сатаны также разделено на группы, и группа, которой принадлежали эти бесы, насчитывала не меньше легиона. Повинуясь приказу Иисуса, злые духи оставили свои жертвы, и те умиротворенные, успокоенные и в здравом рассудке тихо сидели у ног Спасителя. Но бесы, которым разрешили войти в стадо свиней, ввергнули животных в морскую пучину. Жителям гергесинской страны эта потеря показалась настолько великой, что они отказались от благословений Христа, и божественный исцелитель был вынужден удалиться. Этого и добивался сатана. Обвинив Иисуса в гибели стада, он пробудил в людях чувство эгоистичного страха и не отказались выслушать божественного Учителя. Сатана всегда обвиняет христиан во всех потерях, несчастьях и страданиях, вместо того, чтобы обвинить в этих бедах себя и своих пособников. Он все время перекладывает вину с больной головы на здоровую. Но планы Христа не расстроились. Он разрешил злым духом уничтожить стадо свиней и вместе с тем обличил иудеев, которые держали этих нечистых животных ради прибыли. Если бы Христос не удержал бесов, они увлекли бы в море не только свиней, но также их владельцев. Только благодаря милости и состраданию Христа они были спасены. Более того, это событие было допущено, чтобы его ученики получили возможность воочию убедиться, как жестоко сатана властвует над людьми и животными. Спаситель желал, чтобы его последователи лучше узнали врага, с которым им придется встречаться, дабы не быть обманутыми и побежденными его хитростью и лукавством. Он также хотел, чтобы жители той местности увидели, что он способен сокрушать узы сатаны и освобождать его пленников. И хотя Иисусу и пришлось покинуть эти края, люди чудесно освобожденные им остались, чтобы свидетельствовать о своем благодетеле. В Священном Писании встречаются и другие подобные примеры. Иисус изгнал нечистого духа из дочери Серафиники Янки. Один человек был одержим бесом немым и слепым. Юноша имел духа немого, который неоднократно бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Бесноватый, которого мучил нечистый дух и который нарушил субботнее богослужение в Капернауме. Все эти несчастные были исцелены сострадательным спасителем. Почти во всех случаях Христос обращался к бесам как к разумным существам, повелевая им оставить свою жертву и больше не мучить ею. Когда молящиеся в Капернауме увидели могущество Христа, они были все изумлены и восклицали, что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Одержимые бесами обычно испытывали величайшие страдания, но были исключения из этого правила. Для того, чтобы обладать сверхъестественной силой, некоторые добровольно отдавали себя во власть сатаны. Безусловно, таковые не враждовали с бесами. К этой категории принадлежали прорицатели Симон Волхов, Элима Волхов и служанка, которая следовала за Павлом и силой в Филиппах. Влияние нечистых духов представляет величайшую опасность для тех, кто, невзирая на определенные исчерпывающие свидетельства Писания, отрицает существование сатаны и его ангелов. До тех пор, пока мы пребываем в неведении относительной хитрости и коварства, они обладают огромным преимуществом. Многие следуют их советам и предложениям, думая, что руководствуются собственным умом. По мере того, как приближается конец времени, когда сатана будет действовать с необычайной силой, чтобы обольщать и губить, он повсюду насаждает неверие в свое существование. В этом-то и заключается сатанинское коварство, чтобы действовать совершенно незаметно и скрытно. Великий обманщик ничего так не страшится, как разоблачение своих ухищрений. Чтобы лучше замаскировать свой подлинный характер и намерение, он старается представить себя в таком виде, чтобы вызвать у людей только презрительную насмешку. Его вполне устраивает, когда его изображают уродливым, смешным и гадким существом, полуживотным, получеловеком. Ему нравится, когда образованные люди говорят о нем в шутливом, насмешливом тоне. И именно потому, что ему удалось с таким непревзойденным мастерством скрыть свою подлинную суть, повсюду звучит один и тот же вопрос. А разве он на самом деле существует? Религиозный мир принял учение, находящееся в резком противоречии с яснейшими свидетельствами Слова Божьего. Это также говорит об успехе его работы. И именно потому, что сатана с такой легкостью покоряет людей, которые не подозревают о его влиянии, в Слове Божьем и приводятся многочисленные примеры его зловещей деятельности, раскрывающие перед нами его тайные силы и побуждающие нас всегда быть готовыми отражать его нападки. Силы и злобы сатаны и его воинства могли бы вызвать у нас законное чувство тревоги и волнения, если бы мы не имели надежного убежища в могущественной силе нашего Искупителя. Мы тщательно запираем наши дома на засовы и замки, чтобы уберечь имущество и жизнь от злых людей. Но как редко мы думаем о злых духах, которые постоянно ищут доступа к нашему сердцу и против которых мы собственными силами не способны защититься. Если бы только им было позволено, они бы затуманили наш рассудок, растерзали бы наше тело, уничтожили наше имущество и нашу жизнь. Страдания и разруха приносят им неподдельную радость, как ужасно положение тех, кто противится божественным предписаниям и уступает искушениям сатаны, пока Бог не отказывается от них, оставляя их во власти нечистых духов. Но те, кто следует за Христом, всегда находятся под его защитой. Для их охраны посланы могущественные небесные ангелы, превосходящие силой, и лукавый оказывается бессилен пробиться через стражу, которой Бог окружает свой народ. Глава 32. Сети сатаны Великая борьба между Христом и сатаной, которая длится вот уже около шести тысяч лет, приближается к концу. И лукавый удестеряет свои старания, стремясь разрушить план спасения человека и уловить последователей Христа в своей сети. Его цель – держать людей во тьме, не позволяя им раскаяться до тех пор, пока не окончится посредническое служение Христа и уже не будет больше жертвы за грех. Когда люди не прилагают никаких усилий, чтобы сопротивляться его власти, когда в церкви и в мире царит дух равнодушия и безразличия, сатана спокоен. Ему не угрожает потеря тех, кто является его узниками. Но когда люди начинают задумываться о проблемах, связанных с вечностью, и в душе возникает вопрос, что мне делать, чтобы спастись, сатана тут же настораживается и пытается противодействовать власти Христа и нейтрализовать влияние Святого Духа. В Священном Писании говорится об одном случае, когда вместе с ангелами пред лицом Божьим явился и сатана в книге Иова. Не для того, чтобы склониться перед вечным царем, а чтобы осуществить свои злые намерения против праведников. С той же целью он присутствует на богослужениях. Будучи невидимым, он изо всех сил старается завладеть мыслями молящихся. Подобно талантливому полководцу, он заблаговременно составляет планы. Замечая, что проповедник погружен в изучение Писания, сатана также концентрирует внимание на теме предстоящей проповеди. И затем прилагает все свои силы, хитрости, искусства, создавая такие обстоятельства, при которых весть истины не достигнет людей, обольщаемых им в этом вопросе. И тот, кто наиболее остро нуждается в предостережении, окажется занят неотложными делами, или же другие обстоятельства отвлекут его и помешают услышать слова, которые могли бы стать для него запахом живительным на жизнь. Сатана видит, что духовная тьма, окутывающая народ, тяготит слуг Божьих. Он слышит их искренние молитвы о том, чтобы божественная благодать и сила рассеяли мрак равнодушия, беспечности и вялости. И с новой энергией он начинает плестись эти обольщения. Он искушает людей чревоугодием или другой разновидностью самоугождения, чтобы они остались безразличными к тому, что более всего им следует услышать. Сатана прекрасно знает, что все, кого он отвлечет от молитвы чтения Писания, станут его добычей. Поэтому всевозможными уловками он старается завладеть умом человека. Всегда встречаются люди, которые, считая себя благочестивыми, тем не менее заняты не познанием истины, а выискиванием недостатков и заблуждений у других. Такие люди являются правой рукой сатаны. Обвинителей братьев довольно много и особенно активны они, когда Господь вершит свою волю, а истинно верующие стараются ее выполнять. Подручные сатаны извращают поступки тех, кто повинуется истине. Самых искренних, ревностных и самоотверженных слуг Христа они выставляют обманщиками или заблудшими людьми. Они превратно истолковывают мотивы каждого благородного и хорошего поступка, распространяют клеветнические измышления и сеют подозрения в сознании неопытных и неутвержденных вере. При каждом удобном случае они стараются все чистое и праведное представить скверным и ложным. Но никто не должен оставаться в невидении относительно таких людей. Нетрудно распознать, чьи это дети, за кем они следуют и чью работу выполняют. По плодам их узнаете, их, сказано в Евангелии от Матфея, в 7 главе стихе 16. Они уподавляются сатане, коварному убийце, обвинителю братьев. У великого обманщика много подручных, готовых в любое время любым способом обольщать души, изобретая различного рода ереси, которые соответствовали бы интеллекту тех, кого сатана ищет погубить. Его задача состоит в том, чтобы привести в церковь неискренних, невозрожденных людей, которые станут источником сомнений и неверия и будут мешать тем, кто заинтересован в успехе дела Божьего. Немало людей, не имея настоящей веры в Бога и Его Слово, тем не менее признают некоторые принципы истины и потому, считаясь верующими, получают возможность выдавать свои заблуждения за духовные истины. Особенного успеха сатана достиг, используя лозунг «неважно, во что люди верят». Лукавый знает, что истина, принятая с любовью, освещает душу, поэтому всегда стремится подменить ее ложными теориями, баснями и лжеевангелием. С самого начала слуги Божьи ведут постоянную борьбу с лжеучителями, которые являются не просто грешниками, но и источником заблуждений губительных для души. Илья, Иеремия, Павел настойчиво и бесстрашно боролись с теми, кто отвращал людей от слова Божьего. Такая широта взглядов, при которой становится несущественным, во что, собственно, верит человек, не находил у этих святых защитников истины никакой поддержки. Неопределенные надуманные толкования Писания, многочисленные противоречащие друг другу теории относительно религиозной веры, которые мы находим в христианском мире, все это результат деятельности великого обманщика, таким путем пытающегося смутить людей и увести их от истины. Разногласия и расколы в современных христианских церквах в значительной степени объясняются широко распространившимся обычаям искажать Писание, чтобы подогнать его под ту или иную излюбленную теорию. Вместо того, чтобы внимательно изучать Слово Божье и со смиренным сердцем стремиться постичь Его волю, многие ищут лишь чего-то необыкновенного и оригинального. Для подтверждений ложных учений и нехристианских обычаев используются отдельные, вырванные из контекста места священного Писания. Иногда цитируется лишь половина отдельного стиха в доказательство своей мысли, в то время как остальная часть прямо опровергает сказанное. Со змеиной хитростью люди нагромождают несвязанные друг с другом высказывания, толкуя их так, как им нравится. Так многие сознательно извращают Слово Божье. Другие, обладая живым воображением, обращаются к образам и символам Священного Писания, объясняя их так, как подсказывает им фантазия, считаясь тем, что Библия сама раскрывает себя и затем выдают собственные вымыслы за библейское учение. Если Священное Писание изучать без молитвы, без смирения Духа, без жажды познания света, тогда самые ясные простые истины, равно как и самые трудные, будут восприняты неправильно. Папские руководители выбирают из Библии места, наилучшим образом отвечающие их намерениям, истолковывают их по своему усмотрению и затем преподносят народу, лишая его преимущества самостоятельно изучать Библию и постигать ее священные истины. Людям следует самостоятельно изучать истину от начала до конца. Лучше вообще ничего не знать о Библии, чем получать столь искаженные представления об истинных Писаниях. Библия это руководство для всех, кто стремится постичь волю Творца. Бог дал людям вернейшее пророческое слово. Ангелы и даже сам Христос разъясняли Даниилу и Иоанну то, чему надлежит быть вскоре. Важнейшие истины, касающиеся нашего спасения, не остались облеченными тайной. Они были открыты нам таким образом, чтобы не вызвать недоумений и смущения у ищущих истину. Господь сказал через пророка Аввакума, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Слово Божье понятно всем, кто изучает его с молитвой. И каждая верная и честная душа придет к свету истины. Свет сияет на праведника. Псалом 96 стих 11 И ни одна община не сможет возрастать в святости, если члены ее не будут искать истину так, как ищут сокрытое сокровище. Призыв к широте взглядов многим закрыл глаза на ухищрение великого обманщика. Бог допустил, чтобы потоки света излились над миром посредством открытий в области науки и техники, но даже величайшие умы, если они не руководствуются Словом Божьим, заходят в тупик, утверждая, что обрели свободу. Для многих стали проклятием научные открытия, стремясь понять взаимоотношения между наукой и откровением. Человеческие знания относительно материального и духовного мира не полны и несовершенны, поэтому многие не могут согласовать свои научные воззрения с библейским учением. Многие принимают гипотезы, предположения за научные факты и думают, что Слово Божье должно быть проверено этим лжеименным знанием. Они не в силах постичь Творца и Его деяния, не в силах объяснить все это естественными законами, и потому библейская история воспринимается ими как недостоверная. Те, кто сомневается в достоверности свидетельств Ветхого и Нового Завета, зачастую делают еще один шаг и начинают сомневаться в существовании Бога, приписывая безграничную силу природе, и, потеряв якорь веры, они разбиваются о скалы безбожия. Таким образом, многие от веры переходят к заблуждениям, становятся пленниками сатаны. Люди хотят быть мудрее своего Творца. Человеческая философия пытается постичь и объяснить тайны, которые в вечности не будут открыты. Если бы люди стремились познать то, что Господь сам открыл о себе и своих намерениях, то получили бы правильное представление о славе, величии и силе Иеговы, и, осознав собственное ничтожество, довольствовались бы тем, что открыто им и их детям. Самое искусное обольщение сатаны состоит в том, что он побуждает людей строить догадки в тех областях знания, которые Господь и не намеревается им открывать. По этой причине и Люцифер лишился неба, проявив недовольство тем, что Бог не посвятил его во все свои тайны, он совершенно пренебрег тем, что было открыто ему о его работе на доверенном ему высоком посту. Возбудив дух недовольства среди приближенных к нему ангелов, он явился причиной и их падения. В настоящее время он пытается заразить людей тем же духом и заставить и их пренебречь прямыми указаниями Бога. Те, кто не желают принимать ясные, нелицеприятные истины Библии, постоянно изобретают приятные басни, чтобы ими успокоить свою совесть. И чем меньше духовности, самоотречение и смирение требует то или иное учение, тем более благосклонно оно принимается. Свой интеллект люди ставят на службу плотским желаниям и тем самым ослабляют его. В своем высокомерии, считая себя слишком мудрыми, чтобы изучать писание с покаянием и искренней мольбой о божественном водительстве, они остаются незащищенными от сил тьмы. А сатана готов удовлетворить их желания и, пользуясь случаем, подсовывает им ложь вместо истины. Именно таким путем паписты завладели сознанием людей. И, отвергая истину потому, что ей исповедание включает в себя крест, протестанты идут тем же путем. Все, кто понебрегает словом Божьим ради житейских удобств и покоя, ради того, чтобы ничем не отличаться от мира, готовы принять самую ужасную ересь за библейскую истину. Тот, кто своенравно отвергает истину, шагнет навстречу любому заблуждению. И тот, кто с ужасом смотрит на одно заблуждение, с готовностью принимает другое. Апостол Павел говорит, что людям, которые не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, все неверовавшие истине. Но возлюбившие неправду. Второе послание в Фессалонике, вторая глава стихи с 10 по 12. Помни об этом предостережении, будем очень внимательны, принимая то или иное учение. Среди самых неотразимых обольщений в арсенале великого обманщика ложное учение и мнимые чудеса спиритизма. Под видом ангела света сатана расставляет свои сети там, где меньше всего этого можно ожидать. Если бы люди с молитвой прилежно изучали Слово Божье, они не были бы оставлены во тьме и не увлеклись бы лжеучениями. Но, отвергая истину, они становятся жертвой обмана. Другое опасное заблуждение заключается в отрицании божественности Христа и его существования до пришествия на землю. Это учение благосклонно принимают и те, кто заявляет о своей вере Слово Божьему, хотя оно прямо противоречит ясным утверждениям нашего Спасителя относительно его взаимоотношений с Отцом, его божественной сущности и предсуществования. Это учение могут принимать лишь те, кто умышленно хочет извратить Священное Писание. Оно не только принижает представление человека об искупительной жертве, но и подрывает веру в Библию как Божье Откровение. И потому это учение особенно опасно и трудно опровержимо. Когда люди отвергают свидетельство Слова Божьего о божественности Христа, разубеждать их бесполезно. Ни одно самое веское доказательство не подействует. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Ни один человек, разделяющий это заблуждение, не может иметь правильного представления о характере и миссии Христа или же о великом Божьем плане искупления человека. Существует и другое коварное, вредное и быстро распространяющееся заблуждение. Многие считают, что сатана на самом деле не существует, а в Писании имя его упоминается лишь для обозначения недобрых мыслей и побуждений людей. Бытует и представление о том, что второе пришествие Христа это его явление каждому человеку после смерти. Этот обман смущает и отвлекает людей, ожидающих его пришествия на облаках небесных. На протяжении многих веков сатана не раз нашептывал «Вот он в потаенных комнатах», и многие погибли, соблазнившись этими словами. Мирская мудрость учит, что молитва не является необходимостью. Ученые заявляют, что не может быть никакого реального ответа на высылаемую молитву, что это было бы чудом, нарушением законов. А чудес не бывает. Вселенная, говорят, они управляются определенными законами, и Бог ничего не делает вопреки им. Таким образом, Господа изображают подчиненным Его же собственным законам, как будто действия божественных законов исключают божественную свободу. Подобное учение противоречит свидетельству Библии. Разве Христос и его апостолы не совершали чудес? И сегодня милосердный спаситель жив и с готовностью откликается на молитву веры, как и прежде, когда он жил на земле. Естественное соседствует со сверхъестественным. Давать нам в ответ на искреннюю молитву то, что без нее мы не получили бы, часть замысла Божьего. Сколько лжеучений и надуманных идей господствуют сегодня в христианских церквах. Невозможно представить себе все пагубные последствия устранения хотя бы одного из принципов, установленных Словом Божьим. Только немногие из тех, кто осмелился на такой шаг, довольствуются отвержением лишь какой-то одной истины. Большинство отвергают один за другим все принципы истины, пока в конце концов не становятся настоящими безбожниками. Заблуждение популярной теологии многих увели от Библии к скептицизму. Справедливость, милосердие и доброта – это величайшие ценности, и когда человеку внушают, что они попираются в Библии, то он вообще отворачивается от Слова Божьего. Эту цель и преследует Сатана. Он ничего так пламенно не желает, как уничтожить в человеке доверие к Богу и его Слову. Сатана возглавляет огромную армию сомневающихся. Он изо всех сил старается привлечь людей на свою сторону. Неверие входит в моду. Большой класс людей относится с сомнением к Слову Божьему и его автору, так как оно порицает и обличает грех. Те, кто не желает повиноваться его требованиям, пытаются подорвать его авторитет. Такие люди читают Библию или же слушают проповедника только для того, чтобы найти ошибки в Писании или же в проповеди. Немало людей становится безбожниками лишь для того, чтобы оправдывать свое пренебрежительное отношение к долгу. Других приводит к неверию гордыни и праздности. Слишком любящие легкую жизнь, они не могут сделать что-либо достойное уважения, что требует от них самоотречения и усилий, и, критикуя Библию, стремятся закрепить за собой репутацию мудрецов. Наш ограниченный, непросвещенный божественной мудростью разум не в состоянии постичь многого, поэтому такого рода люди всегда найдут повод для критики. А другие считают особой добродетелью стоять на стороне неверия, скептицизма и безбожия. Кажущаяся искренность этих людей скрывает самоуверенность и гордыню. Многие находят особенное удовольствие в том, чтобы выискивать в священном писании тексты, которые ставят людей в тупик. Некоторые поначалу занимаются критиканством и придирками просто из любви к спору, не понимая, что тем самым запутываются все эти птицы лова, но высказав однажды вслух свое неверие, они затем считают своим долгом придерживаться этой точки зрения. Таким образом, они объединяются с нечестивыми и закрывают перед собой ворота рая. Господь в своем слове привел достаточно доказательств в своей божественной сущности. Великие истины, касающиеся нашего искупления, изложены ясно и определенно. С помощью Святого Духа, который обещан всем, кто искренне ищет Его, каждый человек может самостоятельно постичь эти истины. Бог дал людям прочное основание, на котором они могли бы основывать свою веру. Однако, ограниченный разум человека не в состоянии вполне понять планы и намерения бесконечного. Исследованием мы никогда не сможем найти Бога, не стоит и пытаться самонадеянной рукой приподнять за весу, скрывающие Его величие. Апостол восклицает, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Нам дано лишь понять, что им движут во взаимоотношениях с нами безграничная любовь и милосердие, соединенные с бесконечной силой. Наш Отец Небесный управляет всем мудро и праведно, и мы не имеем причин проявлять уныние и недоверие, но должны преклониться перед Ним в благоговейном трепете. Он откроет нам Свои намерения настолько, насколько это содействует нашему благу, а что сверх того, то мы должны довериться Его всемогущей руке и сердцу, исполненному любви. Невзирая на то, что Бог дал нам достаточно оснований для нашей веры, Он никогда не устранит все поводы для неверия. Те, кто ищет крючки, чтобы повесить на них свои сомнения, непременно найдут их. И те, кто откажется принять Слово Божье пока не будут разрушены все преграды и не будет устранена всякая возможность сомнения, никогда не придут к Свету. Недоверие к Богу является естественным результатом невозрожденного сердца, враждующего с Ним. Но вера вдохновляется Святым Духом, и она растет и укрепляется, только если ее лелеять. Никто не может укрепиться в вере без решительных усилий. Неверие усиливается, если его поощрять, и если люди вместо того, чтобы размышлять о доказательствах, которые, даны Богом для укрепления их веры, позволяют себе сомневаться и выискивать всевозможные недостатки, то они будут еще больше утверждаться в своем сомнении. Но те, кто сомневается в обетованиях Божьих, не доверяет Его благодать и бесчестит Его, и вместо того, чтобы привлекать других людей ко Христу, своим примером отталкивают их от Него. Такие люди подобны бесплодным деревьям, которые своими длинными и раскидистыми ветвями заслоняют свет другим растениям, обрекая их на увядание и смерть в холодной тени. Вся жизнь этих людей обратится в непрестанное свидетельство против них же самих. Они сеют семена сомнения и неверия и, несомненно, соберут соответствующую жатву. Для всех, кто искренне желает избавиться от сомнения, существует только один путь. Вместо того, чтобы ставить надуманные вопросы и подвергать критике то, чего они не понимают, им следует открыть путь свету, который уже изливается на них, и тогда их озарит еще более яркий свет. Пусть они выполняют те обязанности, которые им понятны, и это позволит уразуметь истины, которые пока еще вызывают сомнения, а затем и жить согласно этим истинам. Сатана может преподнести столь искусно замаскированную подделку, что всякий, кому чужды самоотречения и жертвенность, кто готов обмануться, примет ее за подлинную истину, но подчинить своей власти душу, которая стремится любой ценой познать правду, он не в состоянии. Христос есть истина и свет истиной, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Дух истины был послан, чтобы наставить людей на всякую истину, и Сын Божий убежденно сказал, ищите и найдете. Если кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении. Последователям Христа малоизвестно о тех заговорах, которые составляют против них сатана и его приспешники, но тот, кто восседает на небесах, обратит вспять эти коварные козни, чтобы с их помощью осуществлять свои глубочайшие замыслы. Господь допускает, чтобы его народ испытал огненные искушения не потому, что находит удовольствие в отчаянии и скорби людей, но потому, что страдания необходимы для окончательной победы над грехом. Если бы он ограждал их от искушений, это было бы несовместимо с его славой и непоследовательно, поскольку сама цель испытания заключается в том, чтобы научить людей сопротивляться всем соблазнам. Ни самые отъявленные негодяи, ни бесы, не в состоянии воспрепятствовать делу Божьему, ни в состоянии разлучить нас с Господом, если только мы в смирении и раскаянии исповедуем и оставим свои грехи и с верой предъявим права на его обетование. Каждому искушению, каждому противодействию, будь оно тайным или явным, можно успешно сопротивляться не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Когда Валаам, прелестившись обещаниями щедрого вознаграждения, использовал колдовство против Израиля и, принося жертвы Господу, желал навлечь проклятие на его народ, Дух Божий преградил путь этому злу, и Валаам был вынужден воскликнуть. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. Да умрет душа моя смертью праведников, и будет кончина моя, как их. Когда вновь была принесена жертва, нечестивый пророк воскликнул. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Нет волшебства в Иакове, нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове, об Израиле, вот что творит Бог. В третий раз были воздвигнуты жертвенники, и снова Валаам сделал попытку проклясть Израиля, но уста пророка против его воли говорили то, что Дух Божий желал сказать, возвещая о благополучии своего избранного народа и осуждая злокозненные намерения его врагов. Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Израильский народ тогда был верен Богу, и до тех пор, пока он жил повинуясь его закону, никакие силы земли или ада не могли одолеть его. Но проклятие, которое Валааму не было позволено произнести на детей Божьих, он все-таки сумел навлечь на них, когда ввел их во грех. Нарушив Божьи заповеди, они отделили себя от Бога и оказались во власти губителя. Сатана хорошо знает, что самая слабая душа, преданная Христу, может с успехом бороться против сил тьмы, и что если он явно проявит себя, ему будет дан достойный отпор. Поэтому он старается выманить воинов креста из их неприступной крепости. А сам ждет со своим воинством, затаившись в засаде, чтобы в любой момент уничтожить всякого, кто осмелится вступить на его территорию. Нам ничто не угрожает только тогда, когда мы смиренно полагаемся на Бога и соблюдаем все его заповеди. Человек не может чувствовать себя в безопасности, если проводит без молитвы хотя бы один день или час. Нам особенно следует просить Господа о том, чтобы он дал нам мудрость и понимать его слово. Там изобличены средства, с помощью которых мы сможем успешно сопротивляться ему. Сатана большой знаток Священного Писания, и он по-своему толкует каждый текст, который надеется сделать для нас камнем преткновения. Нам следует изучать Библию со смиренным сердцем, никогда не забывая о своей зависимости от Бога. Мы всегда должны стоять на страже против обольщений сатаны, постоянно молясь с верой «Не Глава 33 Первое Великое Обольщение Еще на заре истории человечества сатана предпринял попытку обольстить наших прародителей. Подняв восстание на небе, он хотел заставить и жителей земли поддержать его в борьбе против правления Божьего. Адам и Ева были совершенно счастливы повинуясь закону Божьему, и это опровергало домыслы сатаны, утверждавшего на небе, что закон Божий угнетает личность и лишает радости творения Господа. Кроме того, когда сатана увидел, какой чудесный уголок приготовлен для праведной четы, его обуяла зависть. Он твердо решил заставить их согрешить, чтобы, разлучив с Богом и подчинив их своей воле, овладеть землей и основать свое царство, противостоящее царству Всевышнего. Если бы сатана обнаружил свою истинную сущность, он немедленно получил бы отпор, потому что Адама и Еву предостерегли относительно этого опасного врага. Но он действовал во тьме, скрывая свои намерения, с тем, чтобы наверняка добиться цели. Использовав как посредника змея, имевшего тогда весьма привлекательный вид, он обратился к Еве. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Если бы Ева отказалась вступить в разговор с искусителем, ей ничто бы не угрожало. Но она осмелилась заговорить с ним и стала жертвой коварных происков. И ныне многие оказываются побеждены именно таким образом. Они сомневаются в заповедях Божьих и оспаривают их. Вместо того, чтобы повиноваться по велениям Господа, они принимают человеческие теории, которые являются ничем иным, как сатанинскими измышлениями. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы будете как боги, знающие добро и зло. Змею утверждал, что люди станут подобны Богу, преисполнятся мудростью и поднимутся на более высокую ступень развития. Ева поддалась этому искушению, а затем вела в грех и Адама. Они поверили словам змея, что Бог не имел в виду то, что сказал. Они усомнились в своем творце и решили, что он стесняет их свободу, а приступив его закон, они возвысятся и обретут великую мудрость. Но вот Адам согрешил и понял смысл слов в тот день, в который вкусите смертью умрете. Поднялся ли он, как внушал сатана на более высокую ступень бытия? Если бы это было так, то нарушение закона стало бы великим благом, а сатана оказался бы благодетелем рода человеческого. Но Адам обнаружил, что приговор Господа имеет совсем не такой смысл. Бог сказал, что в наказании за грех человек должен будет вернуться в землю, из которой был взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Слова сатаны и откроются глаза ваши оказались верными лишь в том смысле, что у Адама и Евы ослушавшихся Господа открылись глаза на их ошибку, они познали зло и вкусили горький плод непослушания. В саду Эдема росло дерево жизни, плоды которого вечно продлевали жизнь. Если бы Адам остался предан Богу, он и далее имел бы свободный доступ к дереву жизни и жил бы вечно. Но согрешив, он лишился этого права и стал смертным. Божественный приговор из-за из-за вернешься указывает на полное прекращение жизни. Бессмертие, обещанное человеку на условия повиновения, было утрачено после грехопадения. Адам не мог передать своим потомкам то, чем сам не обладал, и для падшего человечества не осталось бы никакой надежды, если бы Бог, пожертвовав своим сыном, не вернул ему право на бессмертие. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем водами все согрешили. Но Христос явил жизнь и нетление через благовестие. Бессмертие может быть обретено только через Христа. Иисус говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизнь. Каждый человек может стать обладателем этого бесценного благословения, если только выполнит предложенные условия. Все, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, получат жизнь вечную, а тот единственный, кто обещал Адаму жизнь через непослушание, оказался обманщиком. В сущности утверждение «Змея в Эдеме вы не умрете» является первой проповедью о бессмертии души. Однако эти слова, основанные исключительно на авторитете сатаны, раздаются во всех христианских церквах, и большинство людей принимают их с такой же готовностью, как и наши прародители. Божественный приговор «Душа согрешающая, она умрет» в извращенном виде представляется так «Душа согрешающая не умрет, но будет жить вечно». Мы можем только поражаться тому, с какой слепой доверчивостью люди относятся к словам сатаны, и сколько неверия они проявляют к словам Господа. Если бы после грехопадения человек был допущен к древу жизни, он жил бы вечно, и таким путем грех был бы увековечен. Но Херувим с пламенным мечом был поставлен охранять путь к дереву жизни, и ни одному из семьи Адамовой не позволено приступить эту грань и приобщиться к плоду дарующему жизнь. Поэтому бессмертных грешников нет. Но сатана после грехопадения повелел своим ангелам внушить людям веру в естественное бессмертие человека. А затем они смогли всех убедить в том, что грешник обречен на вечные муки ада. Ныне князь тьмы, действующий из своих приближенных, представляет Бога мстительным тираном, утверждая, что он вергает в гиену огненную всех тех, кто не угоден ему, и заставляет их тем самым вечно страдать от его гнева. Сатана твердит, что невыносимые страдания грешников в огне неугасимом доставляют удовольствие Творцу. Этот величайший враг наделяет Создателя, благодетеля всего человечества собственными качествами. Жестокость – это сатанинская черта характера. Бог есть любовь, и все сотворенное им было чистым, святым и прекрасным, пока первый великий мятежник не посеял в мире грех. Враг, который искушает человека согрешить, а затем, если удастся, губит его, это и есть сатана. Завладев человеком, он продолжает свою разрушительную работу обольщения, и сколько радости ему приносит гибель его жертв. Была бы его воля, он весь человеческий род вовлек бы в свои сети. Если бы не вмешательство божественной силы, то ни один потомок Адама не имел бы надежды на спасение. Сатана и сегодня старается одолеть людей тем же способом, каким в свое время он обольстил наших прародителей, подрывая их доверие к Творцу и заставляя усомниться в мудрости его правления и справедливости его постановлений. Сатана и его приспешники представляют Бога еще худшим, чем они сами, чтобы оправдать свою злобу и непокорность. Великий обманщик пытается обвинить нашего небесного Отца в жестокости, которая присуща ему самому. Он пытается выдать себя за жертву, за страдальца изгнанного с неба, только за то, что он не подчинялся такому несправедливому правителю. Он предоставляет миру свободу, которую люди могли бы наслаждаться при нем, невзыскательном мягком правителе, столь непохожем на Иегову с его суровыми постановлениями. И ему удается обольщать людей и уводить с пути верности Богу, как несовместимо с любовью, милосердием и даже нашим пониманием справедливости и учения о том, что умершие грешники мучаются в пламени вечных мук, что за проступки своей короткой земной жизни они должны будут переносить вечные страдания. Однако это учение проповедуется повсюду и входит в символ веры многих церквей. Минпросвещенный доктор Богословия так говорит «Зрелище мучающихся в аду будет усиливать вечное счастье праведников. Когда они увидят там себе подобных, имеющих ту же природу и рожденных при таких же обстоятельствах в таком жалком положении, а себя такими почтенными, это поможет им понять, насколько они счастливы». Другой богослов сказал следующее «По мере того, как осуждающий приговор будет вечно исполняться над сосудами гнева, дым мучений их будет вовеки восходить перед очами сосудов милосердия, которые вместо того, чтобы встать на сторону этих жалких существ, будут говорить «Аминь, Аллилуйя, Слава Тебе, Господи!» Где же на страницах Священного Писания можно найти такое учение? Неужели искупленные на небе будут лишены всякого чувства жалости и сострадания и даже простого чувства гуманности? Или, может, на смену этим чувствам придет бесстрастие стойков и жестокость дикарей? Нет. И еще раз нет. Ничего подобного нет в Божьей книге. Возможно, те, кто проповедует такие идеи, являются образованными и даже честными людьми, но они обмануты ухищрениями сатаны. Он побуждает их неправильно истолковывает резкие выражения Священного Писания, заставляя находить в Библии жестокость и угрозы, которые свойственны ему самому, но не нашему спасителю. «Живу я», говорит Господь Бог, «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». Иезекииля, глава 33, стих 11. Даже если мы предположим, что Господу приятны страдания грешника в стон и его плитех, кого он держит в адском огне, какой смысл в этих муках? Возможно ли, чтобы эти ужасные вопли были сладчайшей музыкой в ушах безграничной любви? Утверждаю, что бесконечные страдания нечестивцев свидетельствуют о Божьей ненависти ко греху, которая разрушает покой и мир во Вселенной. О, какое ужасное богохульство! Тогда получается, что ненависть Бога ко греху является причиной его увековечивания. Ведь если верить этим богословам, то постоянные муки без надежды на помилование еще больше озлобляют эти жертвы, и выплескивая свою ярость в богохульных ругательствах, они постоянно увеличивают тяжесть своей вины. Постоянное умножение греха на протяжении бесконечных веков не может способствовать славе Божьей. Человеческий разум не способен оценить то зло, которое принесла с собой еретическая доктрина о вечных муках. Веручение Библии, исполненной любви, доброты, преизобилующее состраданием, омрачено предрассудками и окрашено ужасом. И если учесть, в каком ложном свете сатана изображает Господа, то стоит ли удивляться тому, что нашего милосердного Творца боятся и даже ненавидят. Подобные внушающие ужас представления о Боге, которые посредством церковных проповедей распространяются по всему миру, породили тысячи и даже миллионы скептиков и безбожников. Теория о вечных муках – это одно из лжеучений, составляющих отвратительное вино Вавилона, которым эта великая блудница напоила все народы. То, что служители Христа приняли эту ересь и распространяют ее, действительно является тайной. Они приняли ее от Рима, так же, как и ложную субботу. Верно то, что подобные взгляды проповедовали великие и добрые люди, но они не были озарены светом, потоки которого излились на нас. Они несли ответственность только за тот свет, который сиял в их время. Мы же отвечаем за тот свет, который сияет в наши дни. Если мы отвернемся от свидетельства Слова Божьего и примем лжеучение только потому, что так учили наши отцы, тогда приговор, вынесенный Вавилону, окажется приговором и нам, ибо мы пьем вино мерзости его. Многие люди, возмущенные учением о вечных муках, впадают в противоположное заблуждение, и они видят, что Господь, каким рисует его священное писание, исполнен любви и милосердия, и не способны поверить, будто Он может осудить свое творение на то, чтобы гореть в вечном пламени ада. Но придерживаясь точки зрения, что душа по своей природе бессмертна, они делают вывод, что в конце концов, все человечество будет спасено. Многие смотрят на угрозы, содержащиеся в Библии, как на средство устрашения и стимул для послушания, но не верят в их буквальное исполнение. Получается, что грешник может жить в греховных удовольствиях, пренебрегая требованиям Божьими, и тем не менее рассчитывать на благосклонность к нему Господа. Такое учение, признающее благодать Божью, но пренебрегающее его справедливостью, приходится по сердцу плотскому человеку и делает нечестивцев более дерзкими в их беззакониях. Для того, чтобы показать, как верующие во всеобщее спасение извращают Священное Писание ради обоснования своих губительных учений, достаточно обратиться к их собственным изречениям. На похоронах одного неверующего молодого человека, который погиб в результате несчастного случая, служитель-универсалист избрал текст из Писания, относящийся к Давиду, ибо утешился о смерти, Амнона. Меня часто спрашивают, сказал этот пастор, что ожидает тех, кто оставляет в сей мир греха, к примеру, в состоянии опьянения, кто умирает, не отмыв со своих одежд кровавых пятен преступления, или погибает подобно этому молодому человеку, не испытавшему радости при общении к вере. Мы вполне удовлетворены тем, как Писание разрешает эту ужасную проблему. Амнон был в высшей степени грешным человеком, он был нераскаившимся преступником, его убили пьяного, Давид же был пророком Божьим, уж ему-то должно было быть известно, что ожидает его сына в ином мире, горе или благоденствие, каково же было побуждение его сердца, и не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Какой же вывод можно сделать из этих слов? Разве не ясно, что Давид не верил в бесконечные страдания? Это очевидно, и здесь мы находим яркое, светлое подтверждение, более утешительной, более просвещенной и более милосердной гипотезы, согласно которой во Вселенной в конце концов воцарятся мир и чистота. Он утешился, видя своего сына умершим. Как же так? Почему? Потому что пророческим взором Давид видел славное будущее, он видел, что сын его избавлен от всякого искушения, освобожден от рабства греха, очищен от его тлетворного влияния, что, став достаточно святым просвещенным, он допущен в общество вознесшихся и радующихся духов. Его единственное утешение состояло в том, что любимый сын, избавленный от власти греха и страданий, находится там, где Святой Дух овеет его и возвысит его мрачную душу, где разум откроется для небесной мудрости и сладостных восторгов бессмертной любви, и таким путем его освященное естество будет приготовлено к тому, чтобы наслаждаться покоем и вечно радоваться в небесной отчизне. И нам становится ясно, что небесное спасение не зависит от наших поступков в этой жизни, оно не зависит ни от изменений в сердце, ни от нынешней веры, ни от исповеданий какой-либо религии. Таким образом, лжеслужитель Христа повторил обманные слова, некогда произнесенные змеем в Едеме. «Нет, не умрете. В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Он заявляет, что самые закоренелые грешники, убийцы, разбойники, прелюбодей после своей смерти могут наследовать блаженное бессмертие. На чем же основывался этот пастор, так извративший священное писание? На единственной фразе, выражающей подчинение Давида воле проведения. «И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона». Время смягчило остроту боли и утраты, и мысли его обратились от умершего к живому сыну, который терзался от страха перед справедливым наказанием за совершенное им преступление. И это выдвигается в качестве доказательства, что пьяный Амнон, изнасиловавший собственную сестру, сразу после смерти переселился в блаженные обители, где, очистившись и убелившись, стал членом семьи безгрешных ангелов. О, да, конечно, это очень сладкозвучная выдумка, услаждающая плотское сердце. Это выдумка самого сатаны, и она приносит свои плоды. Если людей наставляют подобным образом, разве можно удивляться тому, что грех и порог процветают. Так же, как этот лжеучитель, действуют и многие другие, близкие ему по духу. Из Священного Писания берут несколько слов и вырывают их из контекста, тогда как взятый в целом текст как раз противоречит приписываемому ему толкованию, и такие ни с чем не связанные отрывки искажают и используют для того, чтобы подтвердить доктрину, не имеющую никакого основания в Слове Божьем. Свидетельство, которым пытаются доказать, что пьяный Амнон находится в раю, всего лишь вывод, сделанный человеком, прямо противоречащий определенному и безусловному утверждению Библии о том, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Вот таким путем все скептики, сомневающиеся и неверующие превращают истину в ложь, и многие, очень многие обмануты подобными умствованиями и спят, убаюканные рассуждениями о том, что им ничто не угрожает. Если бы действительно все люди сразу же после смерти оказывались на небе, тогда мы желали бы смерти больше, нежели жизни. Многих это заблуждение подвело к решению покончить жизнь самоубийством. Когда мы подавлены скорбью, трудностями и разочарованием, то кажется так соблазнительно легко оборвать нить своей жизни и переселиться в мир вечного счастья. В Своем Слове Господь привел неопровержимые доказательства того, что нарушители Его закона будут наказаны. Те, кто тешит себя мыслью, что Бог слишком милосерд, чтобы воздать грешнику по справедливости, пусть посмотрят на Голговский крест. Смерть невинного Сына Божьего свидетельствует о том, что возмездие за грех смерть, что всякое нарушение закона Божьего должно повлечь за собой справедливое возмездие. Безгрешный Христос стал грешником за нас. Он взял на Себя вину за беззаконие, и Отец отвратил лицо свое от Него. Сердце Его не выдержало, и Он умер. Эта великая жертва была принесена ради того, чтобы грешники были искуплены. Никаким другим способом человек не мог получить освобождение от наказания за грех. И каждая душа, которая отказывается участвовать в примирении, приобретенном такой дорогой ценой, должна будет лично понести на себе вину и наказание за грех. Посмотрим, что еще говорит Библия о безбожниках и нераскаившихся, которых служителю универсалист поместил на небе вместе с святыми ангелами. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Это обетование относится только тем, кто жаждет, только те, кто действительно чувствует потребность в воде жизни и ищут ее, забывая обо всем остальном, получат ее. Побеждающий наследует все и буду ему Богом и он будет мне сыном. Здесь, как мы видим, обозначены условия для того, чтобы наследовать все, мы должны бороться с грехом и победить его. Господь говорит через пророка Исаию «Скажите праведнику, что благо ему ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконному горе, ибо будет ему возмездие задело рук его. Хотя грешник сто раз делает зло, говорит премудрый Соломон, и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его, а нечестивому не будет добра». И Павел свидетельствует, что по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть и долуслужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Блаженные те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи и любодеи и убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду. Бог открыл человеку свой характер, а также и свое отношение к греху. Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступлений и грех, хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. Господь воспользуется своей властью и силой, чтобы положить конец восстанию. Тем не менее, все карающие суды будут справедливы, вполне отвечая милосердному, долготерпеливому, сострадательному характеру Бога. Господь не принуждает никого, не подавляет ничьей воли, рабское повиновение не доставляет Ему удовольствия. Он желает, чтобы творение Его рук любило Его, ибо Он достоин любви. Он желает, чтобы люди добровольно слушались Его, потому что им дана возможность осознать Его мудрость, справедливость и доброту, и все, кто имеет правильное представление о Нем, будут любить Его и льнуть к Нему, очарованные Его характером. Принципы доброты, милосердия, любви, которым научил нас Спаситель на собственном примере, предельно точно выражают сущность Бога. Христос сказал, что Он ничему другому не учит, как только тому, что воспринял от Отца Своего. Принципы Божественного управления находятся в совершенной гармонии с заповедью Спасителя, любите врагов ваших. Бог проявит свою справедливость по отношению к нечестивцам и сделает это ради блага всей Вселенной и ради тех, кого посетят Его суды. Он желал сделать их счастливыми согласно Божественным законам и справедливости. Он окружает их знаками Своей любви. Он дарует им знания Своего закона и осыпает их милостями. Но они презирают Его любовь, издеваются над Его законом и милостью, постоянно принимая от Него дары, они бесчестят подателя всех благ. Они ненавидят Бога, ибо знают, что Он питает отвращение к их грехам. Господь с долготерпением относится к их упрямству, но в конце концов настанет тот час, когда их участь будет решена. Будет ли Он силой перетягивать бунтовщиков на свою сторону? Будет ли Он заставлять их выполнять Его волю? Те, кто избрал Сатану своим вождем и находятся в его власти, не готовы предстать перед лицом Бога. На них стоит печать гордости, лжи, разврата и жестокости. И разве могут они попасть на небо и навеки оказаться рядом с теми, кого презирали и ненавидели здесь, на земле? Правда, никогда не будет приятного лжецу. Кротость не может ужиться с самоуверенностью и гордостью. Чистота с развратом и бескорыстная любовь с эгоизмом. Какие радости могут ожидать на небе тех, кто всецело поглощен своими земными, своекорыстными интересами? Могут ли те, кто растратил свою жизнь, бунтуя против Бога, внезапно перенестись на небо и созерцать высокое и святое совершенство, царящее там, где каждая душа светится радостью, где на каждом лице написана любовь, где Бога и Агнца славит никогда неумолкающая музыка, где от лица сидящего на престоле исходят непрестанные потоки света и покоятся на искупленных. Разве могут те, чьи сердца исполнены ненависти к Богу, к истине святости, быть в общении с этими святыми существами, не петь вместе с ними хвалебно и гибно? Разве смогли бы они вынести славу Бога и Агнца? Нет и еще раз нет. Им были даны целые годы испытательного срока, чтобы они сформировали свой характер для неба, но они не приучали себя любить чистоту. Они так и не постигли язык неба, а теперь слишком поздно. Жизнь, восстание против Бога сделала их непригодными для неба. Его чистота, святость и покой стали бы пыткой для них, а слава Божья пожирающим огнем. Они не выдержали бы всего этого, и у них было бы только одно желание бежать с этого святого места. Они скорее предпочли бы умереть, лишь бы скрыться от лица того, кто умер ради их искупления. Участь нечестивцев решит их собственный выбор. Они добровольно лишили себя неба, а Бог по-прежнему остается справедливым, милосердным, не допустив их туда, где для них было бы невыносимо. Подобно водам потопа, огонь великого дня явится божьим приговором беззаконию. Грешники не проявили никакого желания подчиниться божественной власти. Их воля выразилась в возмущении, и когда жизнь окончена, уже невозможно сменить ход мыслей. Слишком поздно для того, чтобы от беззакония обратиться к послушанию, а от ненависти к любви. Пощадив жизнь Каина-убийцы, Бог тем самым показал миру, чему привело бы дозволение грешнику вечно жить и делать то, что ему хочется. Своим влиянием и примером Каин ввел в грех многих своих потомков. И, наконец, земля растлилась пред лицем Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И помышления и сердца их были зло во всякое время. Из чувства сострадания к миру Бог уничтожил жителей земли во дне Ноя. Из тех же побуждений Он уничтожил и развратных жителей Содома. Под влиянием хитрого искусства обольщения делатели неправды пользуются сочувствием и поддержкой народа и таким образом постоянно вовлекают в мятеж других. Так было в одни Каина и Ноя, во времена Враамы и Лота, так происходит и в наше время. И из-за сострадания ко всей вселенной Бог, в конце концов, навсегда уничтожит тех, кто отвергает Его благодать. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. В то время, как жизнь является наследием праведных, смерть есть удел нечестивых. Моисей сказал Израилю, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Смерть, о которой идет здесь речь, не та, которая постигла Адама, ибо все человечество получает возмездие за его беззаконие. Здесь говорится о второй смерти, которая была противопоставлена вечной жизни. Вследствие греха Адама весь человеческий род стал подвластен смерти. Все равным образом сходят в могилу, но с другой стороны, план спасения предлагает освобождение от могилы. Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, но между этими двумя группами воскресших проведена граница. Все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божьего. И изыдут творившие добро в воскресении жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения. Блажен и свят, имеющие участие в воскресении первым, над ним смерть, вторая не имеет власть. Но те, кто через раскаяние и веру не получили прощения, должны понести наказание за беззаконие, возмездие за грех. Они понесут разное наказание по продолжительности и тяжести в соответствии с своими поступками и затем их постигнет вторая смерть. Так как согласно своим принципам справедливости и милосердия Бог не может спасти грешника в его грехах. Он лишает его жизни, право на которое тот сам утратил и доказал своими делами, что недостоин ее. Вдохновенный писатель говорит, еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место и нет его. И будут, как бы их и не было, покрытые бесчестием и позором, они будут преданы вечному забвению. Так будет положен конец греху со всем его горем и страданиями. Псалмопевец говорит, ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки, у врага совсем не стало оружие и города ты разрушил, погибла память их с ними. Иоанн в откровении, заглядывая в вечность, слышит вселенский гимн хвалы, в котором нет диссонанса, все творение и на небе, и на земле возносило славу Богу. И в это время там не будет ни одной погибающей души, которая могла бы хулить Господа и стоны мучеников, корчащихся в адском пламени, не будут смешиваться с гимнами спасенных. Доктрина о естественном бессмертии породила представление о сознательном состоянии после смерти, которое, подобно представлению о вечных муках, противоречит учению Библии, здравому смыслу и нашему чувству гуманности. Согласно популярной доктрине, спасенные на небе следят за всем, что происходит на земле, особенно за жизнью оставленных ими друзей и любимых. Но каким образом спасенные на небе, наблюдая все невзгоды своих близких, видя совершаемые ими грехи, видя их скорби, разочарования и муки, могут чувствовать себя счастливыми? Как могут они считать себя счастливыми, видя все это? И насколько же отвратительно учение о том, что как только дух покидает тело, нераскаившаяся душа попадает в адское пламя? Какой же душевную агонию должны испытать те, кто видит, что его друзья не приготовились к смерти, и их ожидает вечная мука за грех? Многие тронулись умом от этой душераздирающей мысли. Что же Писание говорит относительно этих вопросов? Давид утверждает, что человек утрачивает сознание после смерти. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Псалом 145-й стих 4-й. Соломон также подтверждает эту мысль. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. книга Экклесиаста 9-я глава 6-й и 10-й стихи. Когда в ответ на молитву Иезекии жизнь его была продлена еще на 15 лет, признательный царь вознес Богу хвалу за его великую милость. Ибо ни преисподние славят тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни они, шедшие в могилу уповают на истину твою, живой, только живой прославят тебя, как я ныне. Исайя глава 38-я стихи 18-й и 19-й Популярное богословие представляет умершего праведника как бы на небе, вечно прославляющего там Бога в блаженных обителях бессмертным языком. Но Язекия не мог видеть такой блестящей перспективы смерти. Его словам соответствует и свидетельство псалмопевца. В смерти нет пометования тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу. Псалм 6-й стих 6-й и Псалм 113-й стих 25-й Петр в день Пятидесятницы сказал, что патриарх Давид умер и погребен и гроб его у нас до сего дня, ибо Давид не вошел на небеса. Давид остается в могиле и это свидетельствует о том, что после своей смерти праведные не оказываются на небе, только при воскресении, и благодаря тому, что Христос воскрес, Давид сможет наконец воссесть одесную Бога. Павел говорит, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если в течение четырех тысяч лет праведники отправлялись прямо на небо, как же мог Павел говорить, что все неудобности воскресения. Мученик Тиндель так сказал в состоянии мертвых, я признаю открыто, что вовсе не убежден, будто они уже пребывают в полноте славы, в которой пребывает Христос и избранные ангелы Божьи. Моя вера не соглашается с этим, ибо будь это так, тогда тщетна проповедь о воскресении воплоти. Невозможно отрицать тот факт, что надежда на бессмертие привела ко всеобщему пренебрежению библейским учениям о воскресении. Эта тенденция была подмечена Адамом Кларком, который сказал, учение о воскресении пользовалось гораздо большим вниманием у первых христиан, чем в настоящее время. Почему же так получилось? Апостолы всегда делали акцент на этом учении и с его помощью ободряли, поддерживали и укрепляли веру приверженцев Господа. А их последователи в наше время редко упоминают о воскресении. Первые христиане верили в воскресение с той же силой, с какой апостолы проповедовали о нем. А как мы проповедуем, видно из того, как наши слушатели верят этому. В Евангелии самое пристальное внимание уделяется вести о воскресении, а в современных проповедях ни с одним пунктом веры не обращаются так пренебрежительно, как с этим. И такое положение длилось до тех пор, пока славная истина о воскресении не оказалась почти полностью скрыта во мраке, христианский мир едва не утратил ее. Один выдающийся религиозный писатель, комментируя слова апостола Павла, говорит, «В практических целях утешения и удобства доктрина о блаженном бессмертии праведников вытесняет из нашего сознания всякое сомнительное учение о втором пришествии Господа. После нашей смерти Господь приходит за нами. Именно этого мы ожидаем и на это надеемся. Умершие уже перешли в славу, они не ожидают звуков трубы, возвещающей о суде и вечном блаженстве». Но когда Иисус уже собирался оставить своих учеников, Он не сказал им, что скоро они придут к Нему. «Я иду приготовить место вам», сказал Он. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где Я». И Павел далее говорит, «Потому что Сам Господь при возвещении и пригласе архангела трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках в сретении Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем». Еще Он добавляет, «Итак утешайте друг друга сими словами». Сколь противоположны эти слова утешения тем, которые мы ранее цитировали из проповеди церковно-служителя универсалистской церкви. Последний утешал своих убитых горем друзей тем, что, невзирая ни на какие грехи, умершие будут приняты на небо в общество ангелов. Павел же указывает своим братьям на будущее пришествие Христа, когда оковы могилы будут разбиты и умершие во Христе воскреснут для вечной жизни. Прежде чем человек войдет в блаженные чертоги, его жизнь и характер должны быть тщательно исследованы. Дела каждого должны быть проверены Богом. Все будут судимы в соответствии с записями в книгах и получат награду по своим делам. Этот суд будет происходить не после смерти. Обратите внимание на слова апостола Павла, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Здесь апостол прямо говорит об определенном времени, тогда еще будущем, назначенном для суда над миром. Иуда также ссылается на это время, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. И далее он цитирует слова Еноха, «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и судимы были мертвы и по написанному в книгах сообразно с делами своими». Но если одни мертвы уже радуются на небе, а другие мучаются в аду, зачем тогда нужен будущий суд? Учение Слова Божьего относительно этих важных вопросов четко и ясно, и даже самые простые люди могут разобраться в нем. Но что серьезный и мыслящий человек может найти справедливого и разумного в этой весьма распространенной теории? Как могут праведники после следственного суда услышать слова «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего», если они уже вместе с ним? Возможно, что на протяжении долгих веков. Неужели нечестивые будут собраны со всех уголков ада, чтобы услышать приговор из-за судьи всей земли «Идите от меня проклятые в огонь вечный!» О, какая страшная насмешка! Какая позорная дискредитация мудрости и справедливости Божьей! Теория о бессмертии души принадлежит к одному из тех лжеучений, какие Рим, переняв от язычников, внедрил в христианскую религию. Мартин Лютер относил это учение к нелепым басням, образующим навозную кучу римских постановлений. Комментируя слова Соломона из книги Экклесиаста о том, что мертвые ничего не знают, после своей смерти реформатор пишет, это еще одно место, доказывающее, что мертвые ничего не чувствуют. Там нет чувства долга, науки, знаний и мудрости. Поэтому Соломон говорит, что они спят и не ощущают ничего. Для них не существует дней и лет, и когда они пробудятся, им покажется, что они уснули только на одно мгновение. Нигде в Священном Писании мы не находим утверждения, что сразу же после смерти праведные получают награду свою, а не честивые наказания. Ни патриархи, ни пророки не оставили нам такого заверения. Ни Христос, ни апостолы его не сделали никакого намека относительно этого. Библия ясно учит, что мертвые не попадают сразу же на небо. Они говорятся, как о спящих до всеобщего воскресения. В тот день, когда рвется серебряная цепочка и разрывается золотая повязка, исчезают и все помышления человека. Сходящие в могилу сходят в страну молчания. Они более ничего не знают о том, что делается под солнцем. Блаженный отдых для утомленного праведника. Время длину оно или коротко равняется для них одному мгновению. Они спят, и труба Господня пробудет их для славного бессмертия. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Первое послание в Коринф, 15 глава стихи с 52 по 54. И пробужденные от глубокого сна, они начнут свое существование с того момента, когда оно было прервано смертью. Последний миг их сознания был омрачен смертной мукой. Последняя мысль была о том, что они уходят во власть могилы. Когда же они встанут из могилы, их первая радостная мысль выльется в победоносный возглас. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Лова 34. Могут ли умершие разговаривать с нами? Спиритизм. Служение святых ангелов, о котором говорит Священное Писание, является одной из самых утешительных и драгоценных истин для каждого последователя Христа. Но то, чему учит Библия, извращено и затемнено хитросплетениями популярной теологии. Представление о естественном бессмертии души, заимствованное из языческой философии и внедренное в христианскую веру в темные времена великого отступничества, заняло место истины, которая так определенно и понятно изложена Священного Писания, а именно «Мертвые ничего не знают». И многие поверили тому, что служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, являются духами умерших. Такое убеждение утвердилось вопреки определенному свидетельству Библии о существовании небесных ангелов и их участии в истории человечества еще до того, как умер первый человек. Учение о сознательном состоянии человека после смерти, особенно вера в то, что духи умерших возвращаются, чтобы служить живым, приготовило путь для современного спиритизма. Если умершие допущены к общению с Господом и святыми ангелами и наделены знаниями, намного превышающими те, которыми они ранее обладали, почему же им не возвратиться на землю для того, чтобы просвещать и наставлять живущих? И если, как учат известные богословы, духи умерших витают над их друзьями на земле, почему бы не позволить им общаться с ними, предостерегать их от несчастья и утешать в скорби? Как же могут люди, верящие в сознательное состояние человека после смерти, отвергать то, что дается им через прославленных духов как божественный свет? И этим священным, по общему мнению, путем сатана осуществляет свои намерения. Падшие ангелы, исполняющие его повеления, являются людям, как вестники из духовного мира. Убеждая людей в том, что можно общаться с мертвыми, князь зла оказывает чарующее, гипнотическое воздействие на разум. Падшие ангелы могут принимать облик умерших друзей. Они с изумительной точностью воспроизводят не только внешность, но и выражение глаз, голос и манеру говорить. И многие радуются тому, что их близкие счастливы на небе и, не подозревая об опасности, внимают духом обольстителям и учением бесовским. Когда они начинают верить, будто умершие действительно возвращаются, чтобы общаться с ними, сатана делает так, что перед людьми появляются образы тех, кто ушел в могилу неподготовленным. И появляясь, они начинают рассказывать о своей счастливой жизни на небе, о высоком положении, которое они будто бы занимают там. Таким путем повсюду широко распространяется заблуждение о том, что после смерти не существует никакой разницы между праведником и нечестивым. Мнимые визитеры из мира духов иногда предупреждают и предостерегают своих близких, и впоследствии эти предостережения оправдываются. Затем, завоевав доверие, они начинают навязывать мысли, которые подрывают веру в священное писание. Выказывая глубокую обеспокоенность благополучием своих друзей на земле, эти духи стараются внушить им в высшей степени опасные заблуждения. То, что порой они говорят правду и способны иногда предсказывать будущее, придает достоверность их утверждениям, и лжи учения принимаются многими с такой готовностью и со столь безоговорочной верой, будто это самые священные библейские истины. И вот закон Божий позабыт, дух благодати отвержен, и кровь завета не считается более святыней в глазах этих людей. Спириты отрицают божественность Христа и даже Творца ставят наравне с собой. Так, скрываясь под новой маской, великий мятежник продолжает свою борьбу против Бога, начатую и вот уже около шести тысяч лет продолжающуюся на Земле. Многие объясняют различные спиритические явления исключительно результатом мошенничества и ловкости рук медиума. Действительно, зачастую за реальные явления выдаются результаты фокусов, однако отмечается явное вмешательство сверхъестественной силы. Таинственные стуки, именно так современный спиритизм заявил о своем существовании, не были ловким трюком или мошенничеством, но следствием вмешательства бесов, которые таким путем положили начало одному из заблуждений наиболее успешно губящих душу людей. Вначале многие смотрят на спиритизм как на элементарное жульничество, но столкнувшись лицом к лицу с такими явлениями, которые невозможно расценивать иначе, как проявление сверхъестественной силы, они поддаются обману и принимают их за великую силу Божью. Такие люди упускают из виду предостережение священного писания относительно чудес, совершаемых сатаной и его приспешниками. Именно благодаря сатанинскому вмешательству волхвы фараона могли подражать работе Божьей. Апостол Павел говорит, что перед вторым пришествием Христа будут наблюдаться подобные же проявления сатанинской силы. Пришествию Господа будут предшествовать действия сатаны со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих. Апостол Иоанн описывает чудодейственную силу, которая проявится в последние дни, говорит, и творит великие знамения так, что и огонь не изводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле. Откровение глава 13 стихи 13-14. Апостол не считает эти явления простым обманом. бесы обольщают людей настоящими чудесами, а не одной лишь видимостью. Князь Тьмы, который столько времени оттачивал свои способности в деле обольщения человечества, умело искушает людей всех сословий, какое бы положение они ни занимали. Образованным культурным людям он преподносит спиритизм в такой тонкой интеллектуальной форме, что многие попадают в расставленные сети. Мудрость спиритизма апостол Яков называет земной, душевной, бесовской. Это, однако, великий обманщик скрывает, чтобы наилучшим образом осуществить свои планы под покровом тайны. Тот, кто пришел ко Христу в пустыне искушения, как сияющий серафим, является к людям в наиболее привлекательном виде, как ангел света. Беседуя с человеком на возвышенные темы, он пленяет его разум, всевозможными захватывающими картинами разжигает его воображение и воздействует на чувства красочными описаниями любви и великодушия. Он окрыляет человеческий разум величественными образами, внушая людям огромное чувство самомнения, уверенности в собственной мудрости, чтобы в сердце своем они отвергли предвечного. Могущественный враг, который вознес спасителя мира на необыкновенно высокую гору и там показал ему все царства земли и славу их, найдет надлежащие пути и средства, чтобы затуманивать рассудок всех, кто не защищен божественной силой. И в наше время сатана искушает людей так же, как в свое время искушал Еву в Эдеме, применяя лесть, разжигая жажду запретных знаний, поощряя стремление к самовозвышению. Именно эти страсти и привели его самого к падению, и именно через них он рассчитывает погубить человечество. Вы будете как боги, заявил он, знающие добро и зло. Спиритизм учит, что человек по природе своя личность творческая. Предназначение его заключается в том, чтобы неудержимо стремиться к вечному самоусовершенствованию, чтобы таким путем достичь одного уровня с божеством. И дальше. Каждый должен судить только себя, а не другого. Это суждение будет справедливым, ибо это суд над самим собой. Престол находится внутри вас. Один из корифеев спиритизма, когда в нем пробудилось духовное сознание, сказал, «Мои собратья и люди все были непавшими полубогами». А другой заявляет, «Любое справедливое и совершенное существо есть Христос». Таким образом, вместо праведности и совершенства безграничного Бога, который один достоин поклонения и почитания, вместо совершенной праведности его закона, истинно умерило человеческих устремлений, сатана предлагает поклоняться грешному, порочному естеству человека, считая его единственным правилом суждения и мирилом характера. Это на самом деле развитие, но не уверх, а вниз. Основополагающий закон умственного и духовного развития гласит, на что человек взирает, в то он и преображается. Человек постепенно приноравливается к тем предметам, над которыми размышляет, уподобляясь тому, что любит и чему кланяется. И человек не в состоянии никогда подняться выше своего образца чистоты, благочестия и истины. Если наивысшим идеалом является собственное «я», то никогда человек не возвысится над своими слабостями. Напротив, он медленно, но верно будет опускаться все ниже и ниже. Только благодать Божья способна возвысить человека, предоставленные самим себе, мы неизбежно будем катиться вниз. Людям, любящим всевозможные удовольствия, похотливым и с развитой чувственностью, спиритизм преподносится в менее утонченном обличии, чем людям с утонченным интеллектом. В более вульгарных его формах они находят то, что соответствует их наклонностям. Сатана изучает каждую слабость человеческой натуры, он подмечает грехи, к которым склонен каждый человек, и затем прикладывает все усилия к тому, чтобы обстоятельства, благоприятствующие проявлению дурных склонностей, не заставили себя долго ждать. Он искушает людей впадать в излишество, извращая естественные потребности, заставляя их невоздержанностью ослаблять свои физические, умственные и нравственные силы. Он погубил и продолжает губить тысячи жизней, искушая людей, потворствовать своим страстям и доводить себя до скотского состояния. И для того, чтобы довести всю работу до завершения, он заявляет через спиритов, что истинное знание возносит человека над всеми законами, и что все происходящее есть благо, что Бог не осуждает, что все совершаемые грехи невинны. Люди начинают верить, что их желание является высшим законом, что свобода это право исполнять любое желание, и что человек несет ответственность только перед собой. Стоит ли тогда удивляться, что повсюду господствует бездравственность и порог. Многие с величайшим удовольствием принимают такие учения, которые предоставляют им свободу следовать желаниям плотского сердца. Таким образом, воздержанием жертвуют ради похоти, а умственные и духовные силы человека подчиняются низменным инстинктам, и торжествующий сатана улавливает свои сети тысячи жертв, считающих себя последователями Христа. Но не следует обманываться фальшивыми притязаниями спиритизма. Бог послал миру достаточно света, чтобы люди были в состоянии обнаружить западни дьявола. Как уже было показано, учение спиритизма в своей основе резко противоречит определенному и ясному учению священного писания. Библия учит, что мертвые ничего не знают и ни о чем не думают, что они не имеют более части в том, что делается под солнцем, и что им ничего не известно о радостях или переживаниях тех, кто когда-то был дорог им на земле. Более того, Бог прямо запретил всякое общение с мнимыми духами умерших. У иудеев тоже были люди, которые подобно современным спиритам из другого мира, Библия говорит как о бесовских духах. Всякое общение с такими духами считалось мерзостью перед Богом и строго запрещалось под страхом смертной казни. Само слово «колдовство» в наши дни вызывает неприятные ассоциации. Утверждение о том, что люди могут поддерживать связь со злыми духами, воспринимается как средневековая выдумка. Но спиритизм, насчитывающий сотни тысяч и даже миллионы приверженцев проник в научные круги, в церкви, в законодательные органы и даже в царские дворцы. Этот гигантский обман есть не что иное, как замаскированное возрождение колдовства, осужденного и спрещенного еще в древности. Даже если бы не существовало никакого другого доказательства подлинного характера спиритизма, для христианина должно быть достаточно того, что спириты не делают никакого различия между праведностью и грехом, между самыми благородными и чистыми апостолами Христа и самыми развратными слугами сатаны. Утверждая, что самые порочные люди пребывают на небе и занимают там высокое положение, сатана тем самым говорит миру «Не имеет никакого значения, насколько вы грешны, верите ли в Бога и Библию или нет, живите как вам угодно, ваш дом небо». По сути дела, проповедники спиритизма заявляют, что всякий, делающий зло хорош пред дочами Господа и к таким он благоволит или где Бог правосудия. Однако Слово Божье говорит горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой. Эти духи лжи, выдавая себя за апостолов, противоречат всему тому, что последние писали под влиянием Святого Духа. Они отрицают божественное происхождение Библии, таким образом окончательно разрушая основания христианской надежды и устраняя свет, освещающий путь к небу. Сатана заставляет людей верить, что Библия это всего лишь вымысел, или в лучшем случае книга, которая соответствовала младенческой поре в истории рода человеческого, но теперь к ней не следует относиться всерьез, а может быть и вообще нужно забыть ее как устаревшую. А вместо Слова Божьего он предлагает всевозможные спиритические явления. Вот канал, который всецело под его контролем. С его помощью он может заставить мир верить чему угодно. Книгу, которой предстоит судить сатану и его последователей, он отодвигает в тень, именно туда, где он и желает ее видеть. Спасителем мира он представляет простым, обыкновенным человеком. И подобно тому, как стерегущая могилу Иисуса римская стража распространила ложь, внушенную ее священниками и старейшинами и опровергающие воскресение Христа, так и те, кто верят в спиритические явления, стараются доказать, что в жизни Спасителя не было ничего чудесного. И отодвигая таким образом Иисуса на задний план, они привлекают внимание к собственным чудесам, далеко превосходящим по их словам дела Христа. Верно то, что современный спиритизм видоизменяется и, скрывая те свои проявления, которые вызывают наибольшее возражение, рядится в христианские одежды. Но принципы его учения уже на протяжении многих лет проповедуются и популяризуются, и поэтому ничто не может скрыть его настоящего характера. Эти учения невозможно ни замаскировать, ни отрицать. Но в своем нынешнем виде он еще опаснее, потому что облечен в более искусный коварный обман и ни в коем случае не заслуживает снисходительного отношения. Если в прошлом спиритизм отвергал Христа и Библию, то в настоящее время он как бы принимает и то, и другое. Но Библия истолковывается таким образом, чтобы это понравилось невозрожденному сердцу, в то время как ее торжественные насущные истины оставляются без внимания. Любовь, одно из главных свойств Божьих, не изведена до уровня слащавого сентиментализма, не делающего почти никакого различия между добром и злом. Справедливость Господа, предостережение относительно греха, требование соблюдать Его Святой Закон, все это скрывается от людей. Народ учит относиться к десятисловию как к мертвой букве. Приятные чарующие сказки пленяют разум и побуждают людей отвергать Библию как основание своей веры. Христос отрицается как и прежде, но сатана так ослепил человека, что он совершенно не замечает обмана. Только немногие имеют правильное представление о коварной силе спиритизма и опасности его влияния. Обычно этим учением заинтересовываются случайно, только из любопытства. Люди не имеют реальной веры в него и ужас наполняет их при одной только мысли подчиниться власти спиритов. Но дерзнув вступить на запретную территорию могущественного губителя, они попадают под его власть, и он заставит служить ему помимо их воли. Однажды, отдав свой разум в его распоряжение, они становятся его рабами и собственными силами уже не могут освободиться от колдовских чар. Ничто, кроме силы Божьей, дарованные в ответ на самую серьезную молитву веры, не освободит эти обманутые души. Те, кто не борется с греховными чертами характера или же добровольно лелеет себе любимый грех, сами навлекают на себя искушение сатаны и открывают ему дверь. Они отделяют себя от Бога, лишают себя защиты его ангелов, и когда дьявол приступает к ним со своими обольщениями, становится его легкой добычей. Те, кто отдает себя во власть сатаны, не имеют никакого представления о том, чем все это может кончиться. Подчинив их себе, искуситель использует их для совращения других людей. Пророк Исаия говорит, и когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых о живых. Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят как это слово, то нет в них света. Исаия, глава 8, стих 19-20. Если бы люди пожелали принять столь ясно изложенную на страницах священного писания истину относительно природы человека и состояния умерших, они бы тогда увидели, что спиритизм со всеми его притязаниями это происки сатаны, действующего со всякой силой и знаменями и чудесами ложными. Но вместо того, чтобы отказаться от вседозвольности, дающей столько приятного плотскому сердцу и оставить любимые грехи, многие отворачиваются от света и идут на пролом, невзирая ни на какие предостережения до тех пор, пока не станут добычей сатаны, запутавшись в его сетях. Так как они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Те, кто сопротивляется учению спиритизма, ведут борьбу не только с людьми, но с сатаной и его ангелами. Они вступают в борьбу против начальств, властей и духов злобы поднебесной. Сатана не уступит ни одной пяде земли, если только не будет отброшен силой небесных вестников. Народ Божий должен встречать его подобно Спасителю со словами «Так написано». Сатана может и теперь цитировать Священное Писание, как и во дни Христа, и он будет извращать библейские учения, чтобы поддерживать свой обман. Те, кто желает выстоять в это опасное время, должны уяснить себе свидетельство Священного Писания. Ко многим нечистые духи явятся под видом умерших родственников или друзей и будут внушать им самые коварные заблуждения. Они будут взывать к нашим самым нежным чувствам и будут совершать чудеса, чтобы подтвердить свои притязания. Мы должны быть готовы встретить их библейской истины, утверждающей, что мертвые ничего не знают, а явившиеся в их обличье суть духи бесовские. Нас ожидает година искушения, которая придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все те, чья вера не основывается на твердом фундаменте Слова Божьего, будут прельщены и побеждены. Сатана действует со всяким неправедным обольщением, чтобы подчинить себе детей с земли, и сила его обольщения будет непрестанно возрастать. Но он только тогда может достичь своей цели, когда люди добровольно поддаются его искушениям. Те, кто искренне стремится познать истину и послушанием очистить свою душу, тем самым делая все возможное, чтобы приготовиться к предстоящей борьбе, найдут надежную опору в Боге и истине. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя», гласит обетование Спасителя. Книга Откровения, 3 глава, стих 10. Он скорее пошлет на защиту своего народа всех небесных ангелов, чем оставит хотя бы одну доверившуюся ему душу во власти сатаны. Пророк Исаия говорит о том, как страшно обманываются нечестивые, считающие, что суды Божьи их не настигнут. Они говорят, «Мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». 28 глава, стих 15. К описанным здесь людям относятся и те, кто, упорствуя в грехе, будут льстить себе надеждой, что нет никакого наказания для грешника, что все люди, как бы испорчены они ни были, будут взяты на небо и уподобятся ангелам Божьим. Но еще решительнее заключают союз со смертью договор преисподней те, кто отвергает истинно предлагаемые небом для защиты праведника в день скорби, и вместо них принимают предлагаемые сатаной ложь, обманчивое притязание спиритизма. Слепота нашего поколения поистине поразительна. Тысячи людей отвергают Слово Божье как недостойное доверие и со слепой доверчивостью принимают мистификации сатаны. Скептики и насмешники осуждают слепой фанатизм тех, кто борется за веру пророков и апостолов, высмеивают торжественные высказывания Библии о Христе в плане спасения и наказания нечестивцев. Они не устают демонстрировать свою жалость к тем, кто, по их мнению, столь ограничен, суеверен и одурманен, что признает требования Божьи и выполняет установление его закона. Они действуют с такой уверенностью, как будто бы и в самом деле заключили завет со смертью и договор с Адом, как будто воздвигли неприступную крепость, защищающую их от Божьего возмездия. Ничто не в состоянии вызвать у них страх. Они с такой полнотой отдались искусителю, так тесно соединились с ним и так прониклись с его духом, что у них нет ни силы, ни желания освободиться из его сетей. Сатана давно готовится к своей заключительной попытке обольстить мир. Начало его работы было положено в Едеме, где он уверял Еву, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и будете, как боги, знающие добро и зло». Книга Ботие, глава 3, стих 4 и 5. Он постепенно продвигался к шедевру обольщения, спиритизму. Ему еще не удалось в полной мере осуществить свои намерения, но и это будет достигнуто в оставшееся время. Пророк говорит, «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лже-пророка трех духов, нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Книга Откровения, 16, глава, стих 13 и 14. За исключением тех, кого защищает сила Божья и вера в Его Слово, весь мир будет вовлечен в этот обман. Убаюканный им, люди отдадутся роковому чувству безопасности, и только излитие гнева Божьего пробудет их. Господь говорит, «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребиться убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит, когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны». Исайя, глава 28, стихи 17 и 18. Глава 35 Свобода совести под угрозой В настоящее время протестанты куда более благосклонно относятся к римско-католической церкви, чем в прежние годы. В тех странах, где не происходит подъема католичества и пописты занимают примирительную позицию, чтобы укрепить свои позиции, все чаще можно наблюдать растущее безразличие к тем доктринам, которые разделяют протестантские церкви и папскую иерархию. Все шире распространяется убеждение в том, что в конце концов наши разногласия по основным вопросам не так уж велики, как ранее казалось, и что незначительная уступка с нашей стороны будет способствовать лучшему взаимопониманию с Римом. Было время, когда протестанты дорожили свободой совести, завоеванной столь дорогой ценой. Они внушали своим детям отвращение к папству и согласие с Римом расценивали как предательство Бога. Теперь же высказываются совершенно другие мнения. Поборники папства заявляют, что церковь была оклеветана и протестантский мир склонен согласиться с этим. Многие утверждают, что несправедливо судить о нынешней церкви по тем мерзостям и нелепостям, которыми знаменовалось ее правление во времена невежества и мрака. Они оправдывают ее ужасную жестокость варварскими нравами той эпохи, подчеркивая, что влияние современной цивилизации изменило отношение церкви ко многим вещам. Неужели люди забыли, что эта высокомерная власть на протяжении восьми веков претендовала на непогрешимость? Эти притязания, от которых паписты не думали отказаться, были подтверждены в девятнадцатом веке с еще большей определенностью, чем прежде. Поскольку Рим утверждает, что церковь никогда не заблуждалась и, согласно Писанию, никогда не будет заблуждаться, то как она может отречься от принципов, которыми руководствовалась в прошлые века? Папская церковь никогда не откажется от притязаний на непогрешимость. Она продолжает считать правильными все происходившие в прошлом гонения на несогласных с ее догмами. И если представится такая возможность, разве не повторит на те же самые действия? Пусть только светские правительства устранят введенные ограничения и возвратят Риму прежнюю власть, сразу же возобновятся прежние гонения и тирания. Известный писатель так говорит об отношении папской иерархии к свободе совести и об опасности, грозящей в первую очередь Соединенным Штатам в случае успеха папской политики. Многие склонны приписывать страх перед римско-католической церковью в Соединенных Штатах фанатизму или ребячеству. Они не видят в характере и установках католичества ничего враждебного нашим институтам свободы и не находят в росте этой церкви ничего дурного. Давайте сравним некоторые основополагающие принципы нашего государства с принципами католической церкви. Конституция Соединенных Штатов гарантирует свободу совести. Нет ничего более ценного и фундаментального. Папа Пий IX в своей энциклике от 15 августа 1854 года заявил «Абсурдные и ошибочные доктрины или бредовые учения, защищающие свободу совести, являются самой опасной ересью. Это чума, которой, более всего прочего, следует страшиться в государстве». Тот же самый Папа. В энциклике от 8 декабря 1864 года предал анафеме тех, кто отстаивает свободу совести религии, а также всех, кто считает, что церковь не должна применять силу. Примирительный тон Рима в Соединенных Штатах не свидетельствует о перемене настроений в папстве. Католическая церковь проявляет терпимость там, где она беспомощна. Вот что говорит епископ Коннор. «Мы безропотно терпим свободу религии до тех пор, пока не удастся заменить ее на противоположный принцип без ущерба для католического мира». Архиепископ Сент-Луиса однажды сказал, «Ересь и неверие – это преступление». И в христианских странах, таких, например, как Италия и Испания, где все граждане католики и где католическая религия является важной частью законодательства, оно наказывается, как и любые другие преступления. Каждый кардинал, архиепископ и епископ католической церкви дают клятву верности Папе, в которой есть такие слова «Я обязуюсь всеми силами гнать и преследовать еретиков, раскольников и не покоряющихся нашему господину Папе или его преемникам». Конечно, в римско-католической церкви есть и настоящие христиане. Тысячи людей, принадлежащих к этой церкви, служат Богу согласно тому свету, который они имеют. Им не разрешают свободно изучать Слово Божье, и потому им неведома истина. Они никогда не видели разницы между чистосердечным служением Богу и простым исполнением формальности и обрядов. Господь участвово смотрит на этих людей, воспитанных в мнимой вере, не насыщающей душу. Он обязательно пытается рассеять лучами света густую тьму, окружающую их. Он откроет им истину, как она есть, в Иисусе, и многие из них присоединятся к Его народу. Но католическое мировоззрение сегодня точно так же несовместимо с Евангелием Христа, как и в прежние времена. Протестантские церкви находятся в кромешной тьме, иначе они различили бы знамени времени. Католическая церковь имеет далеко идущие планы и методы работы. Используются все средства для расширения ее влияния и усиления ее власти. Идет подготовка к ожесточенной решительной борьбе за восстановление всемирного владычества, подразумевающей возобновление гонений и уничтожение всех достижений протестантизма. Католичество наступает по всему фронту. Посмотрите на рост ее церквей и часовен в протестантских странах. Посмотрите, какой популярностью пользуются ее колледжи и семинарии в Америке, находящиеся в основном под покровительством протестантов. Посмотрите на рост обрядности в Англии, где участились случаи перехода в католическую церковь. Это должно пробудить тревогу всех, кто дорожит чистыми принципами Евангелия. Протестанты сближаются с папством и защищают его. Они идут на такие уступки и соглашения, которые вызывают удивление даже у самих католиков и которые они и сами не могут понять. Люди закрывают глаза на истинный характер католицизма и на те опасности, которые угрожают им в случае его владычества. Народ должен пробудиться, чтобы сопротивляться наступлению этого в высшей степени опасного врага гражданской и религиозной свободы. Многие протестанты считают католическую религию непривлекательной, а ее служение скучными бессодержательными церемониями. Но они ошибаются. Хотя католицизм и основывается на лжи, но грубой и непривлекательной эту ложь не назовешь. Религиозные служения римской церкви представляют собой в высшей степени впечатляющие церемонии. Величественность и торжественность ее обрядов производят глубокое впечатление на чувство людей, убаюкивая их разум и совесть. Великолепные храмы, торжественные процессии, сверкающие золотом алтари, украшенные драгоценностями гробницы, картины написаны гениальными художниками, мраморные извояния, непревзойденная музыка. Все это пробуждает чувство прекрасного. Глубокие сладостные звуки органа, смешиваясь с голосами поющих, разносятся под величествами сводами храмов, наполняя сердца присутствующих чувством благоговения и святости, никого не оставляя равнодушным. Это внешнее великолепие, блеск и церемонии, которые представляют собой лишь издевательства над чаяниями, удрученные грехами души, с очевидностью свидетельствуют о внутреннем разложении. Религия Христа не нуждается в том, чтобы ее облекали в такие пышные одеяния. В свете, исходящем от креста, истинное христианство предстает таким чистым и исполненным любви, что никакие внешние украшения не могут увеличить его истинную ценность. Красота святости, кроткий и молчаливый дух – вот что ценно пред Богом. Внешний блеск еще не говорит о чистых и возвышенных помыслах. Высокое понимание искусства, тончайший изысканный вкус – все это зачастую соседствует с чувственностью и распущенностью. Часто сатана прибегает к таким средствам, чтобы заставить людей пренебречь потребностями души, забыть о будущем, о вечной жизни, отвернуться от своего вечного помощника и жить только для этого мира. Невозрожденное сердце способно увлечься внешними формами религии, величия и церемонии служений католической церкви обладают обольстительной колдовской силой, соблазнившей уже многих. И люди начинают смотреть на римско-католическую церковь, как на врата рая, только те, кто твердо обосновался на фундаменте истины и чье сердце обновлено Духом Божьим, недосягаемо для ее влияния. Тысячи людей, которые не имеют практического личного знания Христа, примут внешний вид благочестия, но не его силу. Именно такая религия нравится многим. Так как католическая церковь заявляет о своем праве прощать грехи, то приверженцы ее думают, что можно свободно грешить, а обряд исповеди, без которого церковь не дает прощения, тоже предоставляет свободу творить зло. Тот, кто, преклонив колени перед падшим человеком, открывает ему самые сокровенные помыслы и побуждения в свое сердце, унижает таким путем свое человеческое достоинство и все благородные порывы души. Открывая свои грехи перед священником, грешным, заблуждающимся, смертным, зачастую подверженным пьянству и разврату, человек снижает требовательность к себе и в результате оскверняется. Его представление о Боге сводится к подобию падшего человека, потому что священник выступает в роли представителя Бога. Это унизительная исповедь одного человека перед другим и является тем таинственным источником, из которого проистекает значительная часть того зла, который разлагает мир и подталкивает его к окончательной гибели. Однако тому, кто любит угождать в себе, гораздо проще, приятнее и удобнее исповедовать свои грехи перед смертным человеком, чем открывать душу перед Богом. Для человеческой натуры гораздо проще принять епитимью, чем отказаться от греха. Человеку легче облечься во вретище, подвергнуть себя бичеванию и другим истязаниям, чем распять свои плотские страсти. Плотское сердце скорее готово нести тяжкое бремя, чем склониться под ерму Христа. Католическая иудаистская церковь времен первого пришествия Христа поразительно схожа. В то время как иудеи втайне попирали каждый принцип закона Божьего, внешне они ревниво оберегали любое предписание, обременяя его множеством правил и традиций, которые делали повиновение закону мучительным и тягостным. И подобно иудеям, говорившим о своем почтении перед законом, католики утверждают, что они благоговеют перед крестом. Они превозносят символ христовых страданий и в то же время в своей жизни отрекаются от того, кто был распят на нем. Паписты изображают кресты на своих церквах, алтарях и одеяниях. Вовсюду можно увидеть знак креста. Везде крест внешне возвеличен и почитаем. Научение Христа остается похороненным под грудой бессмысленных традиций, ложных толкований и жестоких правил. Слова Спасителя, обращенные к фанатичным иудеям, еще более относятся к главам Римско-католической церкви, связывают времена тяжелые и неудобо носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Добросовестных людей держат в постоянном ужасе, перед гневом оскорбленного Бога, в то время как многие церковные иерархи живут в роскоши и предаются чувственному удовольствию. Поклонение изображениям и мощам, заступничество святых, возвеличивание Папы – все это уловки сатаны, направленные на то, чтобы отвлечь народ от Бога и его Сына. Пытаясь подтолкнуть людей к гибельной пропасти, он делает все возможное, чтобы отвратить их взор от того, кто только и может спасти их. Он будет направлять их ко всему, что может подменить собой того, кто сказал «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Сатана постоянно пытается в ложном свете представить характер Бога, природу греха, вокруг чего, собственно говоря, и ведется великая борьба. Своими коварными наущениями он старается уменьшить ответственность людей перед Богом, перед божественным законом, и убедить их в праве на грех. И в то же самое время он внушает им ложное представление о Боге, так что они начинают бояться и ненавидеть Его, вместо того, чтобы любить. дьявол приписывает Творцу собственную жестокость. Она находит выражение в религиозных догматах и форме поклонения. Таким образом, люди духовно слепнут, и сатана превращает их своих союзников в войне против Бога. Извращенные понятия о божественных свойствах привели язычников к уверенности и необходимости человеческих жертв для умилостивления божества, ибо покровом разных формы долопоклонства была увековечена ужасная жестокость. Римская католическая церковь, соединившая в себе язычество и христианство и подобно язычникам искажающая характер Божий, прибегала к не менее отвратительной жестокости. Во дни папского владычества церковь навязывала свое вероучение с помощью орудий пыток. Тех, кто отказывался поминоваться ее требованиям, ожидал костер. Резня совершалась с таким размахом, что число погибших откроется только в день суда. Высокие чины церкви по наущению сатаны изобретали такие орудия пыток, которые причиняли их жертвам самые жесточайшие муки, но в то же время не лишали жизни. Адские нечеловеческие пытки повторялись до тех пор, пока человек мог их выносить, а затем организм отказывался бороться, и мученик приветствовал смерть, как долгожданное избавление. Такая участь ожидала всех противников Рима. изнурительных постов и всевозможных самоистязаний. Чтобы снискать благосклонность необыкающиеся грешники, нарушали закон Божий, попирая закон природы. Человека учили отказываться от всего, что сотворено Богом, для радости и счастья. На церковных кладбищах похоронены миллионы людей, которые всю жизнь тщетно боролись со своими естественными наклонностями, привязанностями, чувством сострадания, лишь бы не вызвать негодование Бога каким-либо земным чувством. Достаточно бросить только один взгляд на историю католицизма, чтобы понять хладнокровную жестокость сатаны, проявлявшуюся в течение целых столетий не среди тех, кто никогда не слыхал о Господе, но в самом сердце христианства и во всех его пределах. Посредством чудовищной системы обмана князь тьмы достиг своей цели, обесчестив Бога и доведя человечество до жалкого состояния. Если мы заметим, насколько он преуспел в умении замаскировать себя и действовать через руководителей церкви, тогда мы лучше поймем причину его величайшей ненависти к Библии. Если эту книгу изучают, тогда открывается милосердие и любовь Божья. Сразу становится ясно, что он ни на кого не возлагает непосильные ноши. Все, что он просит у человека, это сокрушенное, кающееся сердце и кроткий, смиренный дух. Христос своим примером не учил людей запирать себя в монастырях, чтобы приготовиться к вечной жизни. Он никогда не учил, что человек должен подавлять в себе чувство любви и сострадания. Сердце Спасителя всегда было переполнено любовью. Чем больше человек приближается к моральному совершенству, тем тоньше он чувствует, тем острее его восприятие греха, и тем полнее проявляется его сочувствие к страждущему. Папа утверждает, что является наместником Христа на земле, но выдержит ли он сравнение с нашим спасителем? Разве Христос бросал людей в темницу или отдавал кого-либо на мучение за то, что не оказали ему почести, как небесному царю? Осудил ли он на смерть тех, кто не пожелал принять его? Когда однажды жители самарянского селения пренебрежительно отнеслись к нему, исполненный негодование, Иоанн воскликнул Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? Но Иисус со страданием посмотрел на своего ученика и, упрекнув его в жестокости, сказал, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Как же не похож Христос на своего мнимого наместника? Сегодня Римская Церковь выставляет перед миром красивый фасад, извиняясь за ужасы прошлых лет. Но хотя она и рядится в одежды христианства, суть ее остается прежней. Все принципы папства, существовавшие в период мрачного средневековья, существуют и ныне. Все учения, выработанные в средние века, живы и поныне. Пусть никто не обольщается. Папство, которому готовы протянуть руку протестанты наших дней, остается тем же, каким оно было во времена реформации, когда мужи Божьи с опасностью для жизни поднялись разоблачать его беззаконие. Оно сохраняло ту же гордыню и те же высокомерные притязания, какие вознесли его над всякой царской государственной властью и побудили самонадеянно претендовать на права Господа. Дух, господствующий в нем сегодня, ничем не отличается от той жестокости деспотизма, с какой оно попирало человеческую свободу и убивало Святых Всевышнего. Папство представляет собой именно то, что в пророчестве названо «отступничеством последних дней». Политика папства весьма гибкая. Оно стремится придать себе тот вид, который наилучшим образом будет способствовать осуществлению его целей. Но под любой окраской хамелеона скрыта неизменная смертоносность змеиного яда. Паписты заявляют, не следует выполнять обещания, данные еретикам лицам, подозреваемым в ересе. Должна ли эта власть? История, которая в течение тысячелетий писалась кровью святых, считаться частью Церкви Христа. В протестантских странах небезосновательно утверждают, что католицизм в наши дни не так резко отличается от протестантизма, как в прошлом. Да, действительно, изменения произошли, но не в папстве. Католицизм во многом смыкается с современным протестантизмом, но происходит это потому, что протестантизм слишком низко упал в сравнении со своими отцами-реформаторами. Так как протестантские церкви стремились завоевать расположение мира, то ложное благодушие ослепило их. Они не понимают, почему нельзя по-доброму относиться ко всякому злу, и в результате они будут всякое добро почитать злом. Вместо того, чтобы теперь отстаивать и защищать веру, однажды преданную святым, они извиняются перед Римом за все допущенные резкости и просят прощения за свой фанатизм. Даже те, кто враждебно относятся к католицизму, очень мало представляют себе всю опасность, которая заключена в его силе и влиянии. Многие люди настаивают на том, что интеллектуальная и нравственная тьма, преобладавшая во времена Средневековья, благоприятствовала распространению церковных догм, предрассудков и церковного гнета. Но ныне, говорят они, рост образованности, культура и либерализма в религиозных вопросах не позволят возродиться нетерпимости и тирании. Да и сама мысль о том, что в наш просвещенный век возможно такое кажется смехотворной. Никто не может отрицать того, что наше поколение озарено великим светом в области науки, нравственности, религии, со страниц священного Слова Божьего на мир излились потоки небесного света. Но никогда не следует забывать, чем ярче сияет свет, тем непрогляднее тьма для тех, кто искажает и отвергает свет. Если бы протестанты с молитвой погрузились в изучение Библии, то увидели бы настоящий характер папства и с отвращением отшатнулись от него. Но многие столь уверены в своей мудрости, что не испытывают никакой потребности смиренно искать Бога, чтобы прийти к познанию истины. Хотя они и гордятся своей просвещенностью, но не знают ни священного Писания, ни силы Божьей. Они стремятся только к тому, что успокаивает их совесть. Им нравится все то, что требует меньше духовности и смирения. Они желают забыть о Боге, но делают вид, будто помнят о нем. И папство сам наилучшим образом подходит для удовлетворения их чаяния. Оно отвечает на запросы двух категорий людей, из которых состоит почти весь мир. Тех, кто надеется спастись через свои личные заслуги и тех, кто верит, что будет спасен в своих грехах. В этом и заключается весь секрет популярности папства. Как было показано, время глубокого невежества способствовало успешному развитию папства. Но вскоре обнаружится, что время величайшего просвещения равным образом будет ему благоприятствовать. В прошлые века, когда люди прозябали без слова Божьего, без познания истины, они были слепы и тысячи подали в ловушку, не замечая, что на их пути расставлена сеть. И в нашем поколении многие ослеплены блеском человеческих измышлений, так называемым лжеименным знанием. Они не видят расставленных перед ними сетей и легко запутываются в них, как если бы они были слепы. По замыслу Божьему, человек должен считать свои умственные силы даром Творца и посвящать их служению праведности истины. Но когда гордость и высокомерие побуждают людей превозносить собственные теории над Словом Божьим, тогда образованность может принести больше вреда, чем невежество. Таким образом, современная лженаука, подрывающая веру в Библию, весьма преуспеет в том, чтобы расчистить путь для принятия папства со всеми его привлекательными обрядами. Так же, как и в средние века, невежество способствовало его возвеличиванию. Стремясь обеспечить церковным учреждениям поддержку государственной власти в Соединенных Штатах, протестанты идут по следам католиков. Более того, они открывают папству возможность достичь протестантской Америки господства, утраченного ими в Старом Свете. Этому движению придает еще большее значение главная его цель, а именно введение обязательного соблюдения воскресного дня. Обычае, которое своим происхождением обязан Риму и которое католическая церковь считает символом своей власти. Именно дух папства, дух соглашательства с мирскими обычаями, почитание человеческих преданий выше заповедей Божьих, пронизывают протестантские церкви, побуждая их точно так же возвеличивать и почитать воскресный день, как это прежде делало папство. Если читатель хочет понять, какие силы будут вовлечены в грядущую борьбу, то пусть обратит внимание на то, какими средствами пользовался Рим для достижения подобной же цели в прошлые столетия. Если ты, дорогой читатель, захочешь узнать, как католики и протестанты, объединившись, будут обращаться с теми, кто отвергает их догмы, то посмотри, как Рим относится к Субботе и ее защитникам. Королевские указы, Вселенские соборы и церковные постановления, поддерживаемые светской властью, были теми ступенями, поднимаясь, по которым этот языческий праздник достиг почетного положения в христианском мире. Первым публичным актом, закрепляющим обязательное соблюдение воскресения, был закон, принятый Константином в 321 году. Этот указ требовал, чтобы городские жители отдыхали в достопочтенный день солнца, прочим земледельцам разрешалось заниматься полевыми работами, хотя этот праздник и языческого происхождения, он был утвержден императором, формально принявшим христианство. Однако императорского указа оказалось недостаточно, чтобы заменить божественный авторитет. И вскоре римский епископ Евсевий, близкий друг как фаворит Константина, искавший благосклонности князей, принялся утверждать, что сам Христос перенес субботу на воскресенье. Однако это положение не было подкреплено ни одним текстом из Священного Писания. Сам Евсевий невольно признает лживость своего подтверждения и указывает на истинных авторов этого изменения. Все, говорит он, что нужно было делать в субботу, мы переносим на день Господний. Но каким бы безосновательным не был аргумент в пользу воскресного дня, он придал смелости людям попрать ногами субботу Господню. И все, кто стремился завоевать благосклонность мира, приняли популярный праздник. По мере утверждения укрепления папской власти увеличивалось и значение воскресного дня. Некоторое время люди занимались полевыми работами, когда они посещали церковь, но седьмой день всеми почитался как суббота. Однако постепенно происходили перемены. Совершавшим Святое служение запрещалось выносить решение по каким-либо гражданским делам в воскресенье. Вскоре был издан закон, запрещающий людям всех сословий и званий заниматься какой-либо работой в этот день, а в случае нарушения его свободные граждане подвергались денежному штрафу, а рабы бичеванию. Позже появился указ, согласно которому богатые лишались половины своего состояния за работу по воскресеньям, а если при этом они продолжали упорствовать, тогда их ожидало рабство. Низшие сословия приговаривались к пожизненной ссылке. Вымышленные чудеса также были пущены в ход. Среди прочего рассказывали о некоем земледельце, который, приготовляясь пахать поле в воскресный день, счищал с плуга комья земли железной пластиной. Эта пластина вонзилась ему в руку, и в течение двух лет невозможно было извлечь ее, и он к своему величайшему стыду носил ее с собой. Позже Папа дал указание приходским священникам увещевать нарушителей воскресного покоя и убеждать их посещать церковь и молиться, чтобы не навлечь беды на себя и своих близких. Церковный собор выдвинул аргумент в пользу воскресения, который впоследствии сделался популярен даже среди протестантов. Он заключался в том, что поскольку людей, работающих по воскресениям, поражает молния, этот день следует считать днем субботним. Совершенно очевидно, говорили прилаты, что Господь негодует на тех, кто пренебрегает его днем. Затем всех священников, служителей, монархов, князей и верующих призвали приложить все усилия и старания к тому, чтобы вернуть этому дню подобающую ему честь и ради христианской веры с еще большей преданностью соблюдать его. Но так как указов соборов оказалось недостаточно, то церковь обратилась за помощью к светской власти, результатом чего явился указ, вынуждающий народ под страхом наказания прекращать всякую работу по воскресным дням. На заседании Римского Синода были торжественно утверждены все выработанные решения. Они стали частью церковного закона и, подкрепленной гражданской властью, навязывались всему христианскому миру. Но все же отсутствие библейских доказательств в пользу празднования воскресного дня вызывало немало затруднений. Народ сомневался в праве своих наставников пренебречь ясно изложенным требованиям Иеговы «Седьмой день, суббота, Господу, Богу Твоему» и требовать праздновать День Солнца. Возникала необходимость как-то восполнить отсутствие библейских свидетельств. В конце двенадцатого столетия англиканские церкви посетил один ярый защитник воскресного дня. Но встретив решительное сопротивление со стороны верных свидетелей истины и не достигнув никакого успеха, он на время оставил страну в поисках более убедительных доказательств. Вскоре он снова вернулся в Англию в надежде на удачу и добился больших успехов. Он привез с собой пергаментный свиток, якобы написанный самим Господом, где содержалось повеление свято соблюдать воскресенье, а также страшные угрозы в адрес тех, кто откажется это делать. Об этом драгоценном документе, который представлял собой ничто иное, как гнусную подделку, говорилось, что он упал с неба и был найден в Иерусалиме на жертвеннике святого Симеона на Голгофе. Но в действительности эта ложь родилась в папском дворце в Риме. Папская иерархия во все века прибегала любыми средствами пытаясь упрочить свою власть и благосостояние церкви. В свитке содержалось требование прекращать работу с девятого часа, то есть с трех часов дня, в субботу до восхода солнца в понедельник. Необходимость соблюдать подобное требование обосновывалась многочисленными чудесными происшествиями. Например, сообщалось о том, как люди, работавшие после трех часов в субботу, были поражены параличом. Какой-то мельник, моловшее зерно якобы увидел, как вместо муки появилась кровь. При этом мельничные колеса остановились, несмотря на большой напор воды. Женщина, поставившая тесто в печь в воскресенье, вынула его сырым из раскаленной печи. Другая же напротив приготовила тесто, но увидев, что уже наступило воскресенье, отложила его до понедельника. На следующий день она обнаружила свой хлеб выпеченным божественной силой и даже разрезанным на буханке. Кто-то, испекший хлеб в субботу после девятого часа, разломив буханку, увидел, что из нее потекла кровь. С помощью нелепых и суеверных фальсификаций защитники воскресного дня пытались доказать его святость. В Шотландии, как и в Англии, удалось добиться большего почтения к воскресному дню, благодаря тому, что к нему была присоединена и часть древней субботы. Но время, которое считалось священным, менялось. Шотландским королем был издан декрет. Священное время начинается с 12 часов пополудни в субботу, и никто не имеет права с этого момента до утра понедельника заниматься мирскими делами. Но, несмотря на все усилия доказать святость воскресенья, сами паписты публично признавали божественный авторитет субботы и человеческое происхождение нового праздника, пришедшего ей на смену. В шестнадцатом столетии папский совет заявил, все христиане должны помнить, что седьмой день был освящен Богом, и этот день чтили и соблюдали не только иудеи, но и все люди, которые служили ему, хотя мы, христиане, и перенесли их субботу на Господень день. Те, кто попрал ногами божественный закон, не были в неведении относительно характера своей работы, они вполне сознательно превознесли себя выше Бога. Поразительной иллюстрацией отношения Рима к инакомыслящим являются длительные и кровавые преследования вальденсов, часть которых соблюдала субботу. Были и другие, поплатившиеся за свою верность четвертой заповеди. История церкви в Эфиопии представляет собой в этом отношении особенный интерес. В период мрачного средневековья христиане Центральной Африки были потеряны из виду, забыты миром и на протяжении многих столетий пользовались свободой вероисповедания. Но в конце концов Рим узнал об их существовании и обманным путем вынудил императора Бессини признать папу наместником Христа. За этой уступкой последовал целый ряд других. Был издан указ, запрещающий празднование субботнего дня под угрозой самых жесточайших наказаний. Но вскоре папский деспотизм перерос в такое непосильное иго, что африканцы решили свергнуть его. После ужасной борьбы они изгнали папистов из своих владений и древняя вера вновь возродилась. Все верующие вновь обрели свободу, никогда не забывая того горького опыта, который преподала им деспотичная и фанатичная власть Рима. У них были основания радоваться тому, что они живут вдали от остального христианского Божьего. Хотя они светили седьмой день согласно заповеди Божьей, они не работали и в воскресенье, сообразуясь при этом с постановлением церкви. Получив неограниченную власть, Рим попрал субботу Божью и вместо нее навязал свой день. Однако африканские церкви, которым удавалось оставаться незамеченными около тысячи лет, не встали на путь отступничества. Попав под власть Рима они были вынуждены заменить истинную субботу подделкой, но в скором времени, вернув утраченную независимость, вновь стали соблюдать четвертую заповедь. Эти исторические факты прямо свидетельствуют о ненависти Рима к истинной субботе ее защитникам и о тех средствах, которые он применяет для возвеличивания своего изобретения. Слово Божье учит, что события прошлого повторятся, когда католики и протестанты объединятся вместе, чтобы вознести воскресенье на должную высоту. Пророчество говорит, что власть, представленная в виде зверя с рогами Агнца, заставит всю землю и живущих на ней поклониться папству, которое представлено зверем, подобным Барсу. Зверь с Агнчими рогами также скажет живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя и затем прикажет всем малым и великим богатым и нищим свободным рабам принять начертание зверя. Смотри книгу Откровения глава 13 с 11 по 16 стихи. Мы уже доказали, что Соединенные Штаты представляют собой власть, символически представленную зверем с Агнчими рогами, и это пророчество исполнится тогда, когда Соединенные Штаты издадут указ об обязательном соблюдении воскресного дня, который Рим считает особым знаком своей власти. Но не только США воздадут почести папству. Влияние Рима в тех странах, которые когда-либо признавали его власть, остается стойким, и пророчество предсказывает восстановление его власти. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем. В 1798 году папству была нанесена смертельная рана, и это привело к его падению. Но как дальше говорит пророк, смертельная рана исцелела, и весь мир изумлялся, следя за зверем. Павел определенно говорит, что человек греха будет действовать до второго пришествия. До самого последнего момента истории земли он будет обольщать людей. И пророк Иоанн говорит также, имея в виду папство, и поклонится ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца. И в старом, и в новом свете соблюдение воскресного дня, учрежденного единственным авторитетом Римской Церкви, станет данью уважения и покорности папству. С середины XIX столетия исследователи пророчества в США возвещают эту весть миру. Происходящее в настоящее время событие показывает, что исполнение этого предсказания близко. Протестантские учители утверждают, что соблюдение воскресного дня подтверждено божественным авторитетом, но они могут привести библейских доказательств, как и паписты, которые выдумывали всевозможные чудеса, чтобы подменить заповедь Божью. Вновь мы услышим о том, что суды Божьи ожидают всех нарушителей воскресения, уже начали раздаваться подобные угрозы. Движение за обязательное празднование воскресного дня быстро набирает силу. Проницательность и хитрость Римской Церкви достойны удивления. Предвидя ход событий, она терпеливо ожидает своего часа, наблюдая за тем, как протестантские церкви уже пошли ей навстречу, приняв лжесуботу, как постепенно они склоняются к тому, чтобы заставлять и других принять ее теми же средствами, какие католичество применяло в прошлые века. Отвергающие святыстины однажды еще обратятся за помощью к этой заявляющей о своей непогрешимости самозванной власти, чтобы возвеличить ее же изобретение. Нетрудно предугадать, с какой готовностью Римская Церковь поспешит на помощь протестантам. Кто же лучше папских вождей умеет обращаться с теми, кто не повинуется Церкви? Римская католическая Церковь с ее многочисленными разветвлениями по всему миру образует огромнейшую организацию, находящуюся под контролем папского престола и служащую его интересам. Миллион ее приверженцев на земном шаре приучено видеть в папе главу Церкви, которому они обязаны хранить верность и повиноваться. Независимо от своей национальности гражданства, они должны превыше всего почитать Церковь. Хотя они и могут приносить клятву верности той стране, где живут, обет повиновения Риму для них превыше всего, и он освобождает их от всяких обязательств, несовместимых с его интересами. История свидетельствует, что Римская Церковь весьма искусна и настойчиво умела вмешиваться во внутренние дела народов и, укрепив позиции, начинала осуществлять свои намерения даже ценой гибели знатных вельмож и простолюдинов. В 1204 году папа Иннокентий III добился от Арагонского короля Петра II следующей необыкновенной клятвы. «Я, Петр, король Арагонии, обещаю быть всегда верным и послушным моему господину, Папе Иннокентию, его католическим преемником, Римской Церкви и клянусь сохранять свое королевство в послушании Папе, защищая католическую веру и преследуя еретиков». Такая клятва как нельзя лучше согласуется с требованиями Папы Римского, считающего себя в праве не излагать императоров и освобождать подданных от клятвы верности перед своими неправедными правителями. Не следует забывать и того, что Рим гордится своим постоянством. Принципы, которыми руководствовались Григорий VII и Иннокентий III, по-прежнему остаются принципами Римской Католической Церкви. И если бы только она имела реальную власть, то с прежней энергией проводила бы их жизнь, как это было в прошлом. Едва ли протестанты отдают себе отчет в том, что они совершают, планируя принять помощь Рима в вопросе возвеличивания воскресного дня. В то время, как протестанты будут заняты осуществлением этой цели, Рим постарается восстановить свою прежнюю власть и утраченное господство. Как только Церковь в США смогут использовать или же контролировать государственную власть, силой закона вводит религиозные обряды, одним словом, как только Церковь и государство приобретут власть над совестью, Риму будет обеспечена победа в этой стране. Слово Божье предупреждает о надвигающейся опасности, и если протестантский мир не обратит внимания на эти предостережения, то вскоре узнает, каковы истинные намерения Римской Церкви, но будет уже поздно. Католическая Церковь незаметно набирает силу. Ее власть ощущается в законодательных собраниях, церквах и сердцах людей, воздвигаются величественные грандиозные здания, в тайных лабиринтах которых повторится кровавая история прошлого. Не вызывая никаких подозрений, незаметно католическая Церковь упрочивает свои позиции, чтобы нанести окончательный удар, когда настанет решительный час борьбы. Все, что ей нужно, это выгодная позиция, и можно сказать, что она уже ее заняла. Мы вскоре увидим и поймем, в чем состоят намерения и цели римской католической иерархии, верующего уже в Слово Божье и повинующегося Ему ожидают жестокие поношения и гонения. Продолжение следует...